Какие вещи рассматриваются под категорией? И занимаются именно тем, что придумают какие-то понятия, и под этими понятиями эти вещи они раскладывают. И проблема состоит в том, что с нее нашел Хадиги, что субъекты, другой полюс, они рассматриваются под другими вещами. Как бы под другими понятиями. То есть если понятия категории, связанные с вещами, они говорят о вещах, что представляют собой вещь, как бы вот, экзистенциалы, как бы вот категории, вид категорий, под которыми надо рассматривать субъекты, он отвечает на вопрос, каким образом, как существует субъект. Ну и вроде как бы кажется, что проблема, которую Хадиггер поставил, и успешно решил, вроде решена. Но если вдуматься, да, то ведь у Хадиггера вопрос о вот этом как, о вопросе экзистенциалах, он связан с единичным субъектом. Это во-первых, а во-вторых связан с переживанием. И все там, вся постановка вопроса, она, сейчас, ну, как в таком, каких-то отдельных моментах взят у Киркегоров, в каких-то моментах взят у Ницше, но тем не менее, вся она имеет некоторый, как бы, если так можно выразиться, эстетический характер. Не логический, да, вот, ну, эстетический или этический характер, но не логический, как должен быть в метафизике. А в метафизике должно быть все-таки, вот, как, например, построено у Гегеля, да, или, там, у Канта, рассмотрение этого субъекта должно, допустим, рассмотрение этого субъекта должно происходить по каким-то своим понятиям, да, но они все-таки должны иметь логическую основу. То есть они должны иметь какую-то всеобщесть, но всеобщесть другую, по сравнению, допустим, с категориями. То есть субъект надо рассматривать не под категориями, да, вот, аристотельскими, там, или Кантовскими, а субъект надо рассматривать под другими вещами. Я вот подумал, на самом деле, что если взять Григеля и взять его феноменологию Духа, то вот эти формообразования сознания, которые проходят оно в процессе своего движения от чувственной доставенности к абсолютному Духу, а вот такие, как восприятие, рассудок, самосознание, разум и прочее, то это и есть те понятия, как бы новые категории, через которые надо рассматривать субъект. И вообще проблема, на самом деле, получается, что она Григем не решена, она просто сдвинута, потому что вопрос о научности философии, он все равно остался, потому что философия должна заниматься не поэзией, не поэтикой она должна заниматься, она должна заниматься некой логикой. Если, как бы, в отношении вещей логика ясна, и там есть категории, все разработано, ну не только категории, там много есть родовидовые понятия, если науку взять, там очень много каких-то своих частных понятий, много что есть разработано. В отношении субъектов не разработано. Если мы берем психологию, то есть если мы берем то, как работает психология субъектом, то она с ним работать не очень удачно, не удается как-то так особо выстроить субъективное поле наподобие поля объективного. Проблема состоит, мне кажется, что вот и недостаток хадиггерской философии, как он видится, состоит в том, что нужно разработать вот именно логическую основу рассмотрения субъектов. То есть субъекты это особо исущие, как дазай, да, уходим. Но эти особо исущие должны рассматриваться не просто через какие-то экзистенциалы, которые вообще связаны с вопросом, я говорю, как бы, как вы с эстетической стороны или этической стороны, а нужно найти такие логические понятия. Ну вообще, как бы, с экзистенциальной стороны. Да, с экзистенциальной стороны. А вот есть, осталось место, да, и вот, которое, собственно, например, у Гегеля, как это разработано, да, вот, вместо это осталось, а у Гегеля это называется формообразование сознания, вот, у него вместо субъекта взято сознание. И вообще, когда у него термины просто изменены, ну, суть осталась прежней. Вопрос идет о том, можно ли говорить о том, что вот формообразование сознания, вот, это есть те самые понятия новые, ведь они начали, значит, и у, Картс начался, вот, вот, он взял друг рассудок и разум различил. Ну, это странно, почему они различаются? Они не различаются по своей сущности, потому что и то, и другое мышление, они различаются по своему качеству, да, вот, разное мышление. Рассудок – конечное мышление, разум – это бесконечное мышление. В смысле, как бы, которое имеет разный предмет. Ну, а если исследовать Гегелю, то дело не только в предметности, а дело еще и в том, что это разные формы существования сознания. И это существенно, форма, они отличаются от существенного мышления, это не только, как бы, они своей предметностью отличаются, да, на что они направлены, но они отличаются так, как бы, способом, какие они, как им предметности подходят, как подходит это рассудок, допустим, как разум подходит. Вот этот разговор, он существенный, он вообще остался, вот, как бы, незамечен, и, собственно, Гегель тут ничего не смогут сделать. Просто упустили эту возможность, и все. Ну, как, трудно сказать. Ну, первое, что приходит в голову, в связи с этим разговором, такое замечание, что, когда мы говорим про то, что метафизика должна быть логичной, да. Это странно. Нет, ну, это, как бы, да, понятно, что это странно. То есть, на самом деле, что отличает, как бы, науку, логику Гегеля, да, от, скажем, от философии Хайдегера. Вот. И почему философия Хайдегера такая, какая она есть? Она, как бы, понятна там, от кого, от кого идет речь, от чего лица идет речь. Она идет от человека, вот, как бы, человек, и от него ведется речь. И от него все эти вопрошения сходят. И он, как бы, все это видит, да, через эти свои дистанциалы. И, более того, у него даже предметы эти, вот, они перестают быть объектами. И сфера объективности трансформируется в сферу этого подручного и так далее. То есть, у него не только субъективная сторона трансформируется, но и вот тот полюс объекта тоже трансформируется вместе с ним. Это тоже надо иметь в виду, но это, как бы, такой маленький комментарий по ходу. Вот. Речь о другом, о том, что если мы попытаемся либо видоизменить вот эти понятия Хайдегера, либо, как бы, какие-то другие построить понятия, вот, которые бы адекватно как-то, вот, там, описывали субъект, создавали какие-то, пусть другие, да, не категории, но какую-то другую систему понятий, там, систему дистанциалов, категорий, как угодно, для субъекта. Всегда будет оставаться вопрос, а кто смотрит на это все? То есть, с точки зрения кого? Всегда будет эта позиция мы. Логика, как бы, будет требовать ее. То есть, всегда будет какой-то взгляд откуда-то извне, со стороны. И адекватен ли такой взгляд отношения субъектом? Ты думаешь, Хайдегер его избежал, думаешь? Это вопрос. Вот именно что. Вот это и состоит проблема, что, допустим, Хайдегер считает, что можно построить философию от первого лица, допустим. Но, тем не менее, ведь он апеллирует к некому общепринятому опыту, он говорит о филоменологии, говорит о том, что это, если не наука в современном смысле слова, но в каком-то смысле общезначимая дисциплина, в которой можно договориться, можно что-то понять, исследовать сами вещи, а не какие-то там наши представления о этих каких-то вещах. То есть, иначе говоря, строя философию от первого лица, то он, тем не менее, апеллирует к этой позиции мы, к некой интерсубъективности, что давайте мы посмотрим, вы можете согласиться с тем, что это именно так и прочее. Позиция мы, на самом деле, если вдуматься, это ведь позиция интерсубъективности. Это позиция, та позиция, со стороны которой мы все одинаковые. То есть, это позиция научности. Понимаете, я в прошлый раз говорил о том, что, может, субъект выбирать какие-то идеи. Понятно, да, но что существенно, как бы, в философии Хайдеггера, что там, несмотря на это, сохраняется, и что всякий раз исчезает в какой-то научной, в научном дискурсе или, там, как бы, в таком логически нейтральном дискурсе. Это некая заинтересованность происходящим, заинтересованность вот этим, там, объектным. Субъект не просто, как бы, связывает, он заинтересован там, он захвачен всем происходящим. То есть, вот эта заинтересованность, она у него как-то присутствует. И все эти экзистенциалы, они указывают на то, что он не просто, как бы, нейтрально созерцает. Но, и более того, он же не оставляет, как бы, науку, как нечто несуществующего в мире. Она возникает у него, наука, как возможность этого дозайта. Вот, как возможность его равнодушного отношения к происходящему. То есть, вот, как только, как бы, вот, он впадает в модус, так сказать, негативный модус заботы и равнодушно относится к происходящему, начинается наука, начинается логика, она есть, она, как бы, вот, есть такая, какая она есть, никто ее не отменяет. Просто она, как бы, вот, встраивается в эту схему таким образом, как негация, можно сказать, всякой захваченности и заинтересованности вот этого живого там, живого присутствия. Вот, о чем там идет речь. Это понятно. И, когда мы, ты, как бы, предлагаешь выйти на эту какую-то внешнюю позицию, фактически, действительно, все вот это вот живая заинтересованность, она у тебя оставляет ощущение чего-то нечистого, какой-то эстетики, этики, вот, но уж никак ни логики, ни философии, ни метафизики, по понятным причинам. Вот, вопрос, как бы, что мы теряем при этом? Нет, мы не отказываемся от хайдингерской позиции, потому что это и возможность, которая должна была быть разработана, как бы, хайдингер там много чего сделал, она остается. Другое дело, что есть еще другая возможность, она не разработана. Мы либо отдаем ее на откуп науки и говорим, что вот этим философии не занимается, а это, так сказать, спектр науки, и наука, там, психология или какая-то другая наука этим занимается. Это один разговор. Я подозряю, что хайдингер именно так сделал. Он сказал, что все связанное, как бы, вот, с этим вопросом, то есть, всеобщность, эта философия, все отдана, но вот, допустим, психология. И психология еще хочет, там и делает. Ну, до некоторого поры, вообще, это считалось, как бы, вотчиной именно философии. И вообще, рассматривать общий вопрос из позиции своей жизни. Нет, ну, вот, скажем так, заинтересованность или равнодушие, да, вот этого субъекта, этого дозаика, это же, как бы, всеобщие вещи. Здесь же не говорится про твою заинтересованность или заинтересованность в Соне или мою. Здесь речь, как говорится, все эти резинциалы, они имеют такую же всеобщность, я хочу сказать, как и любые категории. Потому что они, как бы, говорят, но о каких-то всеобщих вещах, которые происходят с каждым. А потому что наука, в принципе, невозможна, иначе, как с позиции обсуждения именно каких-то всеобщих вещей. Нет, ну, то есть, в этом плане, как бы... Если бы Хадиггер говорил о своем личном опыте, это был бы его личный опыт, и никому не интересно. Ну, да. Естественно, как бы, Хадиггер претендует на то, что тот опыт, о котором он говорит, он не просто его личный опыт феноменологический, да, это опыт, как бы, общепринятый. Можно тут свою старую песню завести, что любое... Он просто и говорить иначе нельзя, потому что язык сам по себе всегда формулирует... Да, именно так, именно так. Но вопрос ставится, что все-таки, в чем проблема, которую я вижу? Почему Хадиггер остановился на этом? Мне кажется, проблема состоит в том, что феноменология... Вот раньше так говорили, я раньше, например, как Канг говорил, что религия должна быть сформулирована в пределах только разума. И вообще критерием всего, что существует, существует, был разум, да, вот век просвещения. Теперь критерием существенности является уже не разум, а является опыт. То есть все, что как бы существует, должно быть указано на опыте. И феноменологи с этого начинают. Давайте к самим вещам. Мы все должны указать, как на опыт, какой-то доступ к нему указать, как-то там... В общем, некую процедуру должны указать, каким способом мы достигаем, например, определенного рода сущего. И вообще поэтому разговор всегда стоит как о сущем. Всегда вот куча теорий, много чего есть интересного, но на самом деле мы интересуемся именно сущим. А что же реально, что же как бы существует? То есть вопрос о бытии. И этот вопрос правильный. Да, потому что как бы если мы занимаемся только содержательностью, да, вот этот вопрос, он как бы все равно остается. Он же никуда не денется от того, что мы его забываем, на что мы его не ставим. Так вот, феноменология не может шагнуть, видимо, дальше, опираясь только на опыт, а опыт феноменолога – это всегда его личный опыт. И даже если он претендует на интерсубъективность, то все равно на интерсубъективность какого-то ряда людей. Потому что ряд других людей, например, там, религиозных, там, или там, какой-то другой, допустим, японцев тех же, да, там, другую культуру. Но у них другой, понимаешь? То есть она опирается на какой-то частный опыт. И, может быть, именно в силу этого, в частности этого опыта, нельзя шагнуть в логику. Вот что делает логика? Логика ведь, она, на самом деле, говорит о том, что существуют некие сущности, которые не зависят ни от культурных различий, там, национальных, там, религиозных и прочих, и прочих. Да, вот здесь некие общечеловеческие, если так можно вообще говорить, а может быть, даже общемировое различие. Я согласен с тобой, но с другой стороны, а фактически, реально, как наука происходит? Это же не так, что сразу ясно, какие сущности общемировые и всеобщие, а какие нет. Кто-то, как бы, выдвигает из своего личного опыта какую-то гипотезу, что вот это является как бы всеобщим и относится ко всем. Все сверяются с ним, говорят, да, это действительно и про меня тоже, это и про меня. Когда ты говоришь, что все сверяются, имеется в виду опыт, который можно вовне поставить, да, можно поставить какой-то независимый опыт. Ну, наука так. Наука, да. Ну, а как философия? Нет такого опыта. В философии нельзя такой опыт поставить, и философии ты всегда будешь, как бы, опираться на некий внутренний опыт, да, вот если так. Этот внутренний опыт, даже если он с какой-то позиции абсолютно один и тот же, то, тем не менее, его понимание, да, вот его видение будет разным. И оно зависит от культурных традиций, от какой-то предыстории, от много чего зависит. Человек будет, допустим, отрицать какой-то опыт и настаивать на другом. Ну, это другой, может быть, есть просто иное выражение этого же самого опыта, но мы этого установить-то не сможем. Нет, ну, да, но с другой стороны… Проверить. Нет, это все верно, но на каком-то опыте мы сможем сойти, вот что интересно. Какая-то кучка каких-то… Можно же начать с малого, понимаешь, вот, допустим, опыт того же самосознания или опыт переживания времени, такие вещи, они, вот только они, по сути, говорится, и они, как правило, являются всеобщими. Так что, к тому же у Хайтгера, у него нет каких-то специфических вещей, которые были бы справедливы для европейцев, а не справедливы для их конца. Но только вопрос состоит в том, что есть какие-то базовые, такие уже, может быть, совершенно такие фундаментальные вещи. А если мы двинемся в подробности-то? Даже если взять эти подробности, то даже, например, взять философию Кахты уже на такую, казалось бы, простой философии, которой там вообще все ясно. Да, казалось бы, да, там можно просто все фишки расставить на свои места. И то бесконечное разногласие. То есть люди, как бы, обсуждая какую-то философию, которая уже существует 200 лет, там, ничьи лет или 300 даже лет, не могут ни о чем договориться, не могут. И вопрос во многом связан с тем, что вот нет такого общепринятого критерия, да, который можно было предъявить и сказать, да, вот давайте вот сюда посмотрим и проверим. Каждый посмотрел на него и проверил. Бесконечные различия существуют. Традиции, языка, культуры. Причем я не имею в виду, что они влияют как-то сущностно, да, они влияют отклоняющим способом, да. Это, как бы, те помехи, которые мешают увидеть саму реальность. Мы, например, призываем, давайте к самим вещам обратимся, да. А для того, чтобы к этому обратиться, к самим вещам, ведь надо, как бы, отбросить какие-то свои, там, уже культурные видения свои. Ну, это не всегда удается всем. Я говорю, непонимание, на самом деле, философию-то обычное делают. Поэтому философия, на самом деле, всегда настраивает системы частных людей. Вот тут есть, например, кантовская система. Кант выстроил систему, да, и теперь люди, условно говоря, в этих, как бы, координатах, которые Канта обозначил, они работают. Да нет, не то, что изучают, они работают в этих координатах. Кант построил какую-то систему, да, и в кантовской системе работали, Фихта, Гегель работал. Как бы Гегеля ни смотреть, он там, он немного, там, изменил, конечно, там, термины, но, тем не менее, он работает в терминах Канта во многом. И проблемы решают те, которые Канта поставил. И, более того, даже, допустим, и все другие философы, они же не на норовном месте возникают. Уже какие-то есть проблемы философии, стандарт, уже классические какие-то проблемы, да, там. И философия каждый раз, и даже сама философия, да, как бы, определена определенным образом. Это есть некий круг вопросов. Ну, понятно, да, да, да. Которые надо изучать. Ну, это как в науке тоже, там, как говорят, там, парадигма, там, да, который включает в себя и методологию, и вопросы, и представление о том, что вообще такое наука. Вот, все вместе. Как бы, не могут даже сама себя определять. Не, вообще, как бы, знаешь, любопытно. Парадигма, которая говорит, какой должна быть парадигма. Вот. Парадигма, это еще отдельный вопрос. Я еще до того про парадигмы говорю. Я имею в виду, что, например, занимаешься ты чем-то, да. И люди начинают пытаться тебя классифицировать. Чем ты занимаешься? Философией, наукой занимаешься, там. В каком месте ты стоишь? То ли ты идеалист, то ли ты, нам, субъективный и объективный, там. То есть, вот это все вот эти вещи и способы, они смешные, конечно, но они, на самом деле, указывают на то, что вот, насколько трудно взаимопонимание. Потому что есть некие вот расставленные уже фишки, и ты должен, как бы, в них двигаться. Если ты двигаешься непонятно где, как им понять тебя? Ты о чем ты говоришь? Люди же привыкли, как они привыкли по картам ходить. Уже есть карта какая-то. Человек идет по карте. Он говорит, вот карта, Канг, Гегель, вот здесь, там, где карты, вот проще, да. Давайте здесь ходить. А ты идешь где-то непонятно где. Понимаешь, по какой-то там земле, которая просто еще никак не размещена. И люди не могут тебя понять. Насколько они могут понять, они тебе на эту карту проецируют и говорят, что ты где-то в карте вот здесь. Понимаешь, ты говоришь, вообще вопрос нельзя поставить. Но им-то надо как-то цепляться, им-то надо как-то выходить на понимание. И более того, это не только им, но и тебе же надо тоже выходить на понимание. Ты тоже как-то идешь, чем ты занимаешься. И ты не можешь понять, то ли ты занимаешься наукой, то ли ты философией занимаешься, то ли ты вообще непонятно чем занимаешься, то ли ты ерундой занимаешься просто. у тебя есть какие-то бестолковые вопросы лично конце концов там вопрос связан с сумасшественно тоже постоянно присутствует малый может просто сумасходишь бестолковые проблемы ставить для чего нужно общение постоянно удерживать это адекватность адекватен ты вообще-то можно конечно там сидеть где-то там запереться день в замке потом оттуда стал столом таки выйти сказать вот я вам человечество принес подарок я делаю дело дело в том что что ты там такое название а там бессмысленный набор не а там колесо придумано понимаешь там там еще континута там она все это хуже чем бессмысленный набор да там вы когда вы все здесь можно там интерпретировать удивительным образом на колесо уже есть наше философствование лично оно зависит не только как бы получается от карты оно еще зависит от того что уже сделано и те и вопросы какая-то проблема поставлена она является общезначимой и работаешь ли ты с этой проблемой или работаешь с другой проблемой и вообще горя справедливость конечно еще требует на чтобы ты как бы все-таки работал в рамках некой традиции на то есть как бы брал некий теремины которые существуют и работал не просто спривали себя как бы да общий разговор вот здесь вернуться к логике да как я понимаю почему пытался убежать там от такого рода поставок вопроса потому что логика подразумевает вот этот абсолютный субъект мы постоянно вокруг него ходим если заметить да 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 и вот как бы сохраняешь логику требуешь такие такую как бы даже не интерсубъективность а вот такую абсолютность понимаешь потому что интерсубъективность тоже может быть разным бывает как бы там конвенциальная договорная интерсубъективность понимаешь что встретились там десять двадцать тридцать пятьдесят шесть миллиардов человек и договорились о том что вот это так оно на самом деле то может и не так вот они просто сошлись в этом но все равно как бы сами вещи сами по себе они не так или допустим они договорились но никакого абсолютного смысла как понятия да это не несет то есть это как бы все равно конвенциальная вещь а не то что это где-то там условно говоря на скрижалях небесных да в мире идеи записано и а вот так там всегда и всегда будет и всегда был нет как бы вот она вот так теперь стало потому что договорились вот это скорее как бы по факту а не по праву стало так вот такие вопросы и действительно все это связано с этим абсолютным субъектом вокруг него крутится но тут еще надо просто помнить что наука то ведь есть науку логики то есть логика то лучше должно будет отценить весь логика как наука есть математика как наука физика и там конечно тоже есть какой-то разговор субъекте но все-таки он какой-то другой поэтому как когда я говорю о том что надо как-то вопрос обсуждать именно период тому что вот наука как-то безотносительно тех вопросов как философия поставлена она же занимается чем занимается и она логику какую-то своих дисциплин она высматривает это философия должна заниматься эстетикой нет это понятно высматривает но при этом как бы существует же и философия науки которые как бы долго так сказать там век где-то наверно ну и там два века пытается понять что же в науке происходит как она так работает да что там с субъектом вот как она там свои осуждения выносит это же там как бы не все в порядке и нет окончательного согласия в том как это все происходит есть мнение разных том числе такие что это все сугубо конвенциально что она представляет это все как некую объективность как там как некая как некую истину которую стяжали а на самом деле это так сказать ученые сообщества договорились вот такая социологическая есть низкопробная там интерпретация есть какая там исторический взгляд на вещи что вот она так все складывала складывал складывал проблема одни как бы трансформировались другие вот такое наследование привело к такому а пошло бы как-то иначе может быть и по-другому все было бы ему бы другую истину нашли вот такую есть вариант взгляда на вещи есть как бы такой ну наивный как бы там позитивистки что вот что находит то и естественно но потом почему-то находит что другое то есть не понятно опять же вот это вот для меня всегда была загадкой во всей вот этой философии науки они же все времена об этом спотыкаются а как же все-таки от индивидуального опыта вот конкретного там экспериментатора исследователя там ученого происходит переход к этому высказыванию всеобщему да и какому-то всеобщему утверждению как вот она как бы трансформируется одно другое вот совершенно загадочная вещь вот потому что как бы с одной стороны вот по одну сторону этого полюса стоит феноменологии как раз со всеми этими своими феноменологическими там уникальным опытом там как бы какими-то восприятиями так далее а по другую сторону стоит вот эта объективная логика вот а как мостик-то перебросить а по-моему как бы никому и не удается вот я говорю вплоть до того что там какой-то локатос будучи философом науки пишет а в этот момент но когда из феноменального опыта возникает какое-то базовое логическое утверждение об этом опыте на основании которого можно дедукцию производить и так далее да вот в этот момент будет он поднимается экзистенциальное решение . говорит философ науки решение пишет курсиво вот то есть там как бы тоже все не так не так все хорошо то есть понять что такое наука это что же отдельная задача тем более что существует проблема то в чем существует как бы представление о науке позитивистой которая с 19 века транслировалась но наука реально не является такой вещью как там представляется но это представление живет и она давлеет и над наукой и над теми другими дисциплинами и она более того она даже призывает как бы другие дисциплины быть не тем чем является наука вот она говорит давайте как бы вы будете такой же наукой как вот там вот есть вот физика математика и так далее но реально требует от них больше или просто вообще другое нежели то чем эти науки являются такая еще есть проблема то есть скажем если бы проект гусса для всего философии научной философии удался а это была бы сверх наука сравнение с той наукой которую мы имеем она была бы сверх наука потому что она бы осуществила этот переход как бы от уникального опыта ко всеобщим который наука преодолевает не по праву вот именно тут как бы это различие хорошо не по праву а по факту вот она по факту этот переход осуществляет каким-то образом загадочно по факту а право тут вот не усмотреть каким образом правомерно этот переход сделать ну карта же это тоже проблема для задействия вообще как ведутся категория на связан с тем как образом и всеобщие понятия применяем к единичным созерцаниям ну там это уже как бы разговор в рамках философии и конкретной философии философии науки так как бы более такие приземленные категории там понятия но с другой стороны они как бы более как бы не ангажированы конкретным взглядом на вещи у карта понятно это будет так вот есть всеобщие понятия вот каким образом мы их применяем вот и понятно что они будут от нас как бы и происходить ну как бы да действительно философии науки надо оставить потому что это действительно там специфическая философия нет она по-сому интересно вот но просто она как бы тоже этот вопрос который должен решаться одновременно на совсем другие как-то вытекать вот рука об руку у того же категория он не занимает философии науки но косвенным образом он как бы отвечает на этот вопрос но очень проблема как бы понятно она видишь участие достаточно обширная опять затрагивать всю философию целиком ну да и как-то не заниматься вам не очень понятно его философия действительно претендует на то чтобы быть научный в античном смысле слова да то есть строить некий разумный когда настроить теории какие-то или строить концепции какие-нибудь на основе всеобщих подтверждений не настрой как будут лично каких-то пристрастий там эстетических возрений а на основе всеобщих подтверждений ведь на самом деле сидеть диалоги все диалоги платона там при всей их обширности нас они там один и тот же вопрос зондируются да мы говорим там красоте допустим отдельных предметов да там красивый стол красивый стул там или что-то еще а может для этих красоте как таково это различие она просто проходит в виде как бы связующего различия масти это вопрос об идее у того же хайдингера групп с понятиями с этими зациалами точно так же вопрос в том что тебе наверное кажется что его философия оставляет вот эту ну как бы что она слишком красиво что-либо что она стремится к красивости так что нет она нести она стремится к единичности что такое эстетика естетика некое соединение единичности но как бы на основе всеобщ месте как бы всеобществ которые выраження всеобщий образа такие наук науковид наукова пытается единичность свести к всеобщество наука единичность всеобщейсе судят по философии сходит всеобщей к всеобщности. То есть она пытается всеобщность всеобщим образом удержать. Построить либо систему, либо что-то в этом роде. А эстетика пытается всеобщность вести обратно к единичности. Также к етикам. Когда постоянно говорим об этике, что это такое? Это какие-то законы на морале, что-то в этом роде. Свести к единичности, каким образом? В конкретном поступке. Если мы имеем некий принцип того, что такое правильный поступок. То есть это не следует, что поступок совершен в любой... Вот мы берем любые ситуации, что это не следует, что во всех ситуациях придерживание этого принципа будет одновременно как бы хорошим поступком, потому что реальность так устроена, на самом деле, что даже соблюдение принципа нарушается в конкретности поступка, просто нарушается, противоречит самому принципу, т.е. поступок может по факту соблюсти принцип, противоречит его смысл, т.е. тому, что он является принципом добра. Вот в этом проблема. Проблема состоит в том, что Хадиггер обратно устремился, понимаешь, он как бы пытается… Каким образом он из всеобщности… Нет, эстетика не только из всеобщности добивается единичестве, она добивается из единичности, единичестве, два пути. Иначе говоря, она пытается в единичестве работать. А разве он там работает, в единичестве? Ну, если взять, допустим, все его поэтические тактики… Не, ну давай не брать, давай вот как бы есть там, допустим, бытие евреем, но это же как бы обычный философский трактат. А это, наверное, состоит проблема, на самом деле, которую я хотел поставить. Проблема состоит в том, что, несмотря как бы на то, что, с одной стороны, он работает в единичности, у него все утверждения всеобщие. А еще тогда его вот эти эксистенциалы отличаются от категорий. Так вот я и говорю, что ничем они не отличаются, они уже есть. Правильно. То, что ты предлагаешь, оно уже есть. Правильно. Но есть еще одно направление. Потому что эти эксистенциалы, все-таки, они апеллируют некоторому способу бытия. То есть к некой форме это проживание. Это уже не философия, это уже какая-то практика. Это уже, как бы, там... Можешь сказать про практику, да. Буддисты какие-то. Да, да, да. По мастерях. Вот они, как бы, не философии. А все равно остается, как бы, место, которое не занято. Ее будут занимать постоянно философиканты, либо Гегель. А место это состоит в том, чтобы создать именно метафизику, понимаешь, в котором всеобщность останется всеобщей, где она не перейдет в эту единичность, да, где не будет говориться о практике жизни и прочего. Потому что, ну, понятное дело, что мы всегда, находясь в сфере, как бы, в человеческой сфере, находясь в языке, мы все равно будем говорить обо всем всеобщим образом. Даже говоря об единичном, мы все равно будем говорить всеобщим способом. Правильно? Так уж устроено. Нет, просто... Влад, еще есть один такой момент, да. А может быть, само это различие всего общего и единичного, это то, что тут застилает нам, как бы, глаза. Может быть, оно, как бы, это некая парадигма, которая исходит как раз из древнегреческой традиции, ну, или даже, может быть, глубже где-то лежит. Вот. Которая, как бы, разделяет наш мир таким образом. И мы в этом разделении... А тут проблема коммуникации, на самом деле. А как вот, допустим, если ты не будешь высказывать всеобщие высказывания, как тебе понять? Нет, это понятно, да. Ну, само, я говорю, само различие, так ли оно, как бы сказать... Ну, то есть бывают различия, которые... Есть ли, короче говоря, различие всеобщего и единичного непосредственно непосредственно в самих вещах, вот что я хочу спросить. Ну, как это? Если брать Гегеля, то... Гегель вообще говорил, что никакой единичности нет, если ты вспомнишь чувственную достоверность, то всякая единичность, она, наверное, достойная. Это в мышлении, как бы, и в знании. В знании нет, это понятно. Да, это так. Я говорю, что... Ну, условно говоря, сам мир различает всеобщий, единичный, или мы различаем их. Вот в чем дело. Может быть, как бы, вот это различие между эстетикой и метафизикой, между наукой и, там, и не наукой, может быть, оно не так, как бы, непроходимо, как видится вот со всех этих позиций. Вот. И вообще с позиции, ангажированной вот этим различием всеобщего и единичного. Может быть, в нем, как бы, кроется какая-то... Ну, вопрос... Не, не то, что это плохое различие, просто это, как бы, судьба такая. Вопрос правильно поставлен. Только другое дело, что, поскольку я говорил в начале, да, что мы должны наследовать некой... Мы наследуем, да. А она это различие делает, и мы должны с этими терминами справиться. Нет, это понятно. Вот. Мы же, как бы, и не собираемся их отринуть. Просто, как бы, мы что-то наследуем, но мы же должны, так сказать, осмыслить это наследство. Понять, что мы получили, как бы, в наследство, и к чему это нас, как бы, подталкивает. Не просто двигаться по этому пути, а, как бы, понять, что вот... Проблема же даже, если... Отсознанно, как бы. Если не брать даже проблему всеобщести и единичности, а брать проблему глобально, то вопрос получается, в принципе, даже еще более интересен, то мы можем начать вообще новое движение, да, как бы, отринуть все это, все старое, как бы, скинуть, как бы, и начать просто новое строительство. Но проблема состоит тогда в том, что, ну, либо нас не будут понимать, да, либо мы сами... Мы сами будем... Себя не понимают. Просто, вот, такой пример, но это, как бы, косвенный, да, к единичности всеобщества не относятся, но очень много, допустим, методологий научных, да, и философий науки, которые говорят о том, ну, разных там ветвей, которые говорят о том, что вот это вот, ну, выбор между, там, допустим, какие-то научными гипотезами, да, и прочим, помимо, как бы, опыта, да, опыт, как бы, потом проверяют, выбор осуществляется, исходя из принципа эстетического. Какие-то, как бы, теории красивы, какие-то нет. Да. Вот, то есть, вот это, допустим, громоздкая теория. Вот, причем, ну, это, это может быть опытно-то, они могут быть одинаково адекватно. Вот пример тот же, который приводит этот парень, известный пункт, да, по поводу кеплеровской теории, где эти эллипсы, да, и в Толемеевской теории, ну, вращение звезд, да, вокруг, там, Солнца, где, там, все небесные тела движутся по окружностям, если, как бы, не по окружностям, то это, они движутся по окружностям, центр, который движется по другим окружностям и так далее. И любую траекторию можно разложить, как бы, в такой ряд. Эпицикла. Да, да, ряд этих эпициклов, как бы, любую. Если очень много таких окружностей, как бы, движущихся друг по другу, взять. Фактически, это что-то типа ряда Тейлора для разложения функций. То есть, это разложение, как бы, функций по каким-то другим функциям. В данном случае, траектории по другим траекториям. Вот. Этот способ описания, он, с точки зрения, как бы, принципиальной, да, то есть, как бы, научной, там, истинности, он ничем не хуже. Можно сказать и так, и так. Другое дело, что, с точки зрения функциональности, простоты и красоты, вот, описания, они, как бы, не равноправны, да. Но, опять же, поскольку вопрос красоты, удобства и простоты, это смотря для кого как, может быть, кому-то красивее покажутся вот эти окружности. Им так, собственно, и казалось, да, они считали, что окружность идеальная форма, как бы, да, то есть, правильная какая-то траектория. Поэтому, конечно, окружности по окружностям это красивее, вот, чем какой-то рельс. Пусть он и один, пусть его и проще вычислять. И это, как бы, был выбор чисто эстетический. А опытные и численные, и математические ответы были одинаковые. Вот, когда возникает такая дилемма, не странно ли это? Может ли такая дилемма возник в философии? Вот, во всяком случае, по крайней мере, когда мы философствуем, мы достаточно часто прибегаем к аргументу, что вот это, как бы, красиво, это нет. Иногда, кстати, это контр-аргумент. Мы говорим, что слишком красиво всё получается, значит, наверное, это не так. Вот, тем самым, как бы, косвенно отметая вот это наше стремление, ну, как бы, примешать эту эстетику. Даже не только красиво, особенно если просто. Ну, если просто, да. Ну, потому что всё простое лежит на поверхности, и естественным образом к этому всему простому обращается, прежде всего, наше рассудок. Когда рассудок впечатляет то, как на поверхности. Потому что зачем, как бы, ходить далеко, если уже лежит рядом. Ну, это простота, она манит просто. Ну, да. Причём простота ещё можно, как бы, простота ещё более-менее объективный критерий, да, можно, как бы, сказать, это проще, это слабнее. Тоже, как бы, он относителен, но, тем не менее, тут, как правило, дискуется. А вот, когда говорят, эта теория красивее, чем это, или эта гипотеза красивее, чем это, это уже чистый какой-то такой эстетический производ. Тем не менее, он присутствует. Вот это тоже надо иметь в виду. И это, как бы, наша наука. Не, ну, понятно, что, как бы, идеал рациональности, как она видится, там, с позиции какой-то наивности, такого идеала, такой идеал не существует, да. Понятно дело, что рациональность, она сама имеет границы, как бы, иногда приходится и прыжки, и делает, да, там, в котором, как ты говоришь, эстетических позиций. Именно с других позиций, да. Просто сменилась парадигма, и всё. Мы, как бы, я пытаюсь вводить вопрос, и мы вообще обсуждаем, как двигаться. Вот, например, у нас уже сейчас есть какие-то теремы. Допустим, сознание, субъект, там, объект и прочее. В философии очень много теремов есть. Можно их брать, допустим, так, как они даны Угелью, так, как даны Алканты, или кого-то ещё. И двигаться согласно этим теремам. Но, поскольку эти философы всё-таки были достаточно сильными, там, мыслительными, то вот, не получится ли так, что, принимая их правила игры, мы получим то, что положили в начале. Всё просто, да. Всё просто. Если мы... Я вот просто чего, что заметил? Я заметил, что, как бы, постоянно отталкиваюсь в каждом вопросе от Гегеля, я каждый раз замечаю, что в итоге получается опять Гегель. Если Гегель в начале, если различие положено, как философия Гегеля, он и в конце оказывается. Потому что Гегель, мыслитель такого глобального масштаба, он не делает скачков и ошибок. Понимаешь, если ты движешься логически строго, как бы, и последовательно, то ты попадаешь, как бы, ты движешься, условно говоря, в его системе. Не замещая того, может быть. Ты думаешь, что сам где-то размешиваешься, а потом раз, а выводы, получается, это Гегельские. Да. И ничего не случилось, понимаешь. И зачем все это было, все это движение, в чем составило? Может, было Гегеля почитать? Другое дело, что да, прибыль-то, конечно, от этого есть, если можно так выразиться. Это, конечно, я теперь понимаю Гегеля, там, как бы, исходя из собственного опыта. То есть я движусь вместе с Гегелем, параллельно, тем самым, как бы, его самого понимаю лучше. Может быть, в этом смысле все хорошо. Ну да, но, может быть, это не последняя цель, которая есть, понять Гегеля. Да. А ведь вопрос стоял о том, как на самом деле. Можно вообще, допустим, я ведь не говорю, что Гегель сразу, априори, ошибался. Нельзя же так ставить вопрос, что вот Гегеля отбросим, давайте, потому что он ошибался. На каком основании он ошибался? Ну, потому что, типа, он нам не нравится. Или еще на каком-то другом основании. Например, Шопегауру он не нравился, или Киркегору он не нравился, они занимались другими. Но так же нельзя тоже вопрос ставить. Мы должны все-таки, как бы, и опираться на то, что им сделано, там, что сделано Канта. Но, с другой стороны, мы как бы пытаемся двигаться дальше. А можно ли двигаться дальше? Вот что. И каждый раз обнаружим, что граница, вот она где-то вот... Как бы она вот, вроде казалось бы, мы уже вышли за границу Гегельских философий, а потом через несколько шагов опять мы не оказываемся. Вот что она проблема. Проблема в некотором замкнутом круге философских проблем. Они замкнуты. То есть, все философы, вот, например, Кадиггер. И мне казалось, что вот он революционизировал в каком-то смысле постановку вопроса. А на самом деле, если посмотреть, да и у Гегеля субъект тоже особое сущее. Нельзя сказать, что Гегеля рассматривает субъект через категорию. Это смешно вообще. Но он не ставил так вопрос, как бы, да, вот он не показал свои карты прям явно. Но, тем не менее, у него субъект, точнее, сознание, да, которое и выполняет философский субъект. Он все равно особенный. И рассматривается под особенными формообразованиями, которые можно рассматривать, как понять. Он не сводится у него к вещи или к объекту никаким образом. А вопрос постановки вопроса «мы», да, вот эта, как бы, внешняя позиция, она просто самой постановкой вопроса научности обеспечена. И в науке точно так же. Эта позиция «мы» есть. Вот и все. То есть, на самом деле, Гегель двигался по парадигме научности. То есть, пытался построить философию, как она заявлена у Платона и у Сократа, да. То есть, каждая вещь соответствует некой идее ее, да. И наука базируется не на самих вещах единичности, а вот на этих идеях, которые она из вещей видит в вещах, да, усматривает. Некую их связь в виде системы, да. Вот, собственно, вся постановка вопроса, как она стоит у Гегеля. Так это, вообще, постановка вопроса, как она уже у Платона заложена, да. Только у Платона она наивно заложена, да, там еще, не на ребяческий, можно сказать. А у Гегеля она уже разведлена. Мы обсуждали, как бы, то есть, Хайдекер революционен не в плане, там, может быть, каких-то подходов, там, к субъекту или, там, к объекту. То есть, он только отчасти в этом революционе. Но в самой постановке задачи, что его целью, вроде как, по крайней мере, не является знание. Вот. Вот именно, что вроде как. Вот именно, что вроде как. Понимаешь, что то, что напирается на феноменологию, это само по себе парадигма все-таки науки. Что такое опираться на феноменологию? Он говорит, что любая антология возможна только как феноменология. Это просто означает иными словами, что любая антология возможна только на основе опыта. То, что феноменология сводится, если выбросить все, вот, остальные, там, всякое замечание, сводится к тому, что все должно быть поверенного опыта. Все как-то должно быть в опыте указано, там, или, там, должно исходить из опыта, из самих вещей. Вот, простая формулировка феноменологии. И, если мы, например, не усматриваем Бога, да, в простом опыте, то, как бы, мы эту предпосылку отбрасываем как чистое понятие, там, и так далее. То есть, мы какие-то, мы не берем, мы стараемся, избавляемся от чистых понятий, да, вот этих вот понятий, которые имеют только чисто теоретическое значение, там, Бог, субстанция, там, и прочее. И мы рассматриваем только те понятия, которые имеют дескриптивное значение. для того, чтобы их присоединить к нашему чувственному опыту, чтобы чувственному опыту держать. Как его можно начать удержать? Мне когда-то дискрипция должна осуществиться. Понятно, да. Я же не спорю с тем, что он действительно в итоге написал трактат. Но факт в том, что в принципе его философия позволяет сделать этот шажок к каким-то буддистским монахам, к какой-то практике, к философии, как уже не науке. Какой-то там личной дисциплине, или даже не дисциплине, а какому-то личному занятию. Другое дело, что это как раз то, что вроде как бы ее принижает философию. Вот она была наукой, она как бы стремилась, строила метафизику, она решала какие-то всеобщие вопросы и всеобщие какие-то вещи. Узнавала, а тут она стала какой-то личной инициативой. Частным предприятием, таким вот, как частный бизнес есть, не государственное строение, а вот как бы частный бизнес. Вот я занимаюсь философией, ради как бы своих нужд, жизненных причем. То есть философия Хайдегера позволила такой выход получить философию. В этом как бы революционность состоит. Хотя это тоже как бы в образе какого-то Сократа, древней Греции, оно уже имело место быть. Нет, ну вот еще тут можно пойти дальше. Вот за это делеза, что такое философия? Там делеза, да, это я не работаю. Там же вообще как бы тот вид философии, который там, я не знаю, почему-то народ вдохновляется тем же, а что там написано. А там ведь говорится о том, что философия это просто калейдоскоп, просто игра. Просто игра. Философы, они просто чудаки. Понимаешь, они как бы придумывают какие-то новые там эти земли там, да, и на этих землях придумывают новые там, условно говоря, города. То есть, то, что называется, они придумывают новые планы маненции и новые как бы концепты. Да, да, да. Ну а что это такое? Ну это же просто забава. Соответственно, революция как бы это когда вот новые планы маненции. И вот мы как бы видим у Хайдегера, вот наверное, наверное, видим такой новый план. Понимаешь? Он как бы перемещает игру из научной игры, да, как бы из игры в объективность в другую сферу. А наука как раз должна была бы сказать, что это планы маненции, и лучше говорить планы имманентного, да, или просто имманентного. Что это имманентное во все времена одно и то же. Но только мы способ, каким мы к этому имманентному подходим, да, разный. Как бы наши возможности расширяются, да, имманентное как бы разрастается. Просто было одно имманентное, стало другое. Микроскоп придумали, телескоп придумали и прочее. То есть есть некий опыт, тот опыт, который эманентом раскрывается. Что такое эманентом? Тот способ, каким нам нечто через опыт дам. А трансцендата — это то, что за пределами всякого опыта. И никто не придумывает никакой план эманентции, просто всегда есть один и тот же. Вот как говорит наука. А у Делиоза получается, что говорить о плане эманентции — это существенная вещь. Поэтому существуют разные планы эманентции. У него просто получается так, что один из этих планов эманентции, именно научный, в себя включает понятие о том, что он один. Вот так, понимаешь? Что это как бы его существенная... Это, собственно, как раз... Это и есть план эманентции, это его сущность. Что вот он один. И дальше концепты на нем растут, пожалуйста, сколько угодно там. И в этом плане он и отделен от всех остальных, понимаешь? Конечно, другие как бы... Он не знает про другие и их отрицает. Ну, это же вопрос, связанный как раз с дискурсами. Вся философия после того, как абсолютное измерение исчезло, вся философия раздробилась либо на дискурсы, если мы говорим о языке и о способе говорения, либо, допустим, на области бытия, на какие-то регионы. Регионы, да. Регионирование произошло. И оно произошло неизбежно, поскольку вот абсолютный... Как бы выезд там или какое-то абсолютное измерение, оно исчезло. Это нормально как раз. С этим-то можно не спорить. Но тем самым как бы ставится под вопрос научность науки. Ведь научность науки как раз держалась на этом абсолютном измерении. Как оно исчезло, как бы научность науки превратилась тоже, как ты говоришь, в частное предприятие. Частное бизнес. Почему? Потому что она уже стала рядом с религией. И она, причем, стала она в ряду как равнодостойная. Понимаешь? Не так, как раньше говорила наука. Вот, типа, это наука, а это там религия, это ваша фантазия. А равнодостойная. Это разный опыт. Регионные люди могут какому-то опыту тоже своему. Апеллируют. Или наряду с философией, наряду с другими дисциплинами. Вот все стало как-то вот... Вот это вот какая-то выезд, да, если так можно выразиться, как у Львинаса, есть там понятие выездило. Оно как бы исчезло, и все стало горизонтально. Некая горизонтальная плоскость, в которой есть разные существа. Да, это правильно такое, как бы, да, множество. И иерархия пропала, да? Да. Но нам-то важно как раз не то, что обсуждение вот этих всех оборотов культурных там или феноменов. А там как нам-то быть? Мы вот занимаемся, скажем, философией. Как мы и должны это делать? Независимо ни от того, что там... Независимо ни от чего этим заниматься, да, просто как нам видится. То есть, опять же, заниматься частным предприятием. Или все-таки настаивать на том, что есть научность, есть как бы единственный план имманенции. Главное, что действительно... Что есть самореальность, как нам есть. Сама филимологическая постановка вопроса подозревает, что есть сами вещи. То есть, либо мы обращаемся к самим вещам, либо мы строим планы имманенции. И на нем уже наращиваем концепты. Это как раз как бы... Это вопрос о производстве. Фактически, как бы, да, это такой виток постструктурализма, там, структурализма, постструктурализма, который как бы отрицает вообще феноменологию в корне. Но говорит, что, если феноменолог не надо, надо устранить все это конструирование, вот, надо добраться до самих вещей. Она говорит про всякие эпохи. Сначала устранить, добраться до вещей, там, произвести дискрипцию, все аккуратненько. И все заново выстроить. Ну да, да, выстроить, но исходя уже как бы... Да, да. А здесь, говорят, да нет, как бы фантазируй. Строить, как бы, какие угодно планы имманюции, концепты, да. Как бы, этого фирамента. Все позволено, все сойдет, да. Не, ну вот, это, как бы, конечно, вопрос опять методологический. Но каждый раз, когда ты занимаешься чем-то, ты должен понимать, на самом деле, чем ты занимаешься, что ли ты занимаешься частным предприятием. Допустим, собрались какие-то там люди, что-то обсуждают, да. И это касается только их личного интереса. Другое дело, что, чем наука всегда вдохновлялась, что она занимается общечеловеческим делом. Не просто частным интересом, а общечеловеческим делом. Она попытается постигнуть саму суть вещью. И это было раньше важно. И эти люди вдохновлялись. Вот если посмотреть, как Гигель об истине высказывается, у него там, при звуке, при слове истины, всякий там, здоровый дух должен почувствовать в себе там, какое-то особое биение сердца и прочее, прочее. Так вдохновленно пишет, что как будто бы речь идет о религии. А теперь, а мы как должны к этому относиться? Допустим, мы обсуждаем какие-то вопросы. Главное, что всякие секты, они явно являются частным предприятием, и явно предлагают какой-то потенциальному адепту какой-то конкретный, единичный способ решения вопросов. Но всегда претендуют на всеобщность. Как бы всегда говорят, что вот здесь у нас... Ну это же немного связано еще и с манипулированием. Это понятно, да. Но почему все это опять же? Это все связано с тем, что если мы отказываемся от этого абсолютного измерения, или как бы наш термин, как называется, не Бог, наш термин называется, скажем так, всеобщий субъект. Потому что абсолютного субъекта, допустим, его нет, но некий всеобщий субъект, который сейчас у нас претендует вот на это вот, можно сказать, в кавычках абсолютно. Или там всеобщее сознание, неважно. Если мы от него отказываемся, то мы вообще отказываемся от научности, да, вот в этом мантичном смысле, да, от никакой общезначимости отказываемся. И тогда просто занимаемся частным делом, там. Просто фантазированием. Вот люди фантастику пишут, там, мир не создают, там, виртуальный. А мы создаем виртуальный мир, он только философский. Ну там, естественно, с элементами, так сказать, какого-то близкого людям опыта, да, но тем не менее какой-то собой, там, удаленный мир. Вот я вчера мы так бы сидели, как бы, и люди высказывались, люди, которые далеки от философии, но тем не менее, как бы, не глупые, да, они высказывались в том, что они там услышали, там, на наших семинарах, и сказали, что это совершенно непонятно. Непонятно вообще о чем даже. Понятное дело, что, может быть, они далеки от этих вопросов, но это сам факт говорит о том, что все-таки вот, возможно, мы занимаемся, действительно, просто, как бы, у себя тешим. Понимаешь, мы решаем не проблемы, да, реальные, а какие-то, сначала сами ставим надуманные проблемы, потом же их решаем. Не, ну, конечно, это не так. Понял или нет, да? Конечно, это не так. Одно, как бы, утверждение, да, голословное, стоит ровно столько же, как и двое положительное, то же, что считаешь, голословное. Не, просто, это чем чревато? Это чревато тем, что все превратится в личное достояние. Недаром, вот, есть сейчас вторая тенденция. Раньше говорили, как, что авторства нет. Обосновывали это тем способом, что все инститировано, да? То есть, ты не можешь сказать, что нечто, как бы, находясь в некой культуре, нечто, выходящее за рамки этой культуры, потому что все в целом сказано, все в целом написано. А теперь обратная ситуация. То есть, наоборот, все имеет авторство. Вот, если диалезы почитать, у него на каждом концепте стоит печать авторства. Иначе говоря, почему? А потому что иначе концепта самого нет. Нет никакого общего плана, в котором контекст существует. Он существует, в частности, благодаря вот этому, как бы, персональности. Да, мы говорим, условно говоря, декартовской философии. Нет никакой философии самой по себе. Да, если можно выразиться в каком-то всеобщем смысле. А есть только философия Декарта, философия Канта, философия Деггера, Хайдегера и прочее. И между ними, как бы, нет непрерывности пространства. Да, но частично, конечно же, есть. Какие-то там связи, отсылки, все это, конечно, есть. Но вот того, логического плана... Нет, связи отсылки, это одно, но как бы... Минеральные линии какой-то, да? Нет, нет, дело даже не герой. Но между ними, как бы, пустота. То есть, они не... Острова? Да, да, это острова такие, как бы, да. Между ними есть связь какая-то, логическое наследование, да. Вот. Но... Но там, как бы, пустое пространство. Как в математике, вот эти вот алгебраические структуры, понимаешь, которые, как бы, отделены друг от друга, не деформированы, не переходящие другу. Вот здесь одна, там другая, понимаешь? Хотелось бы, чтобы, так сказать, можно было непрерывно продеформировать эти люди. Ну, несут. Вот. План, как бы, да. И самое-то интересное, что в таком постановке вопроса вся философия превращается в каком-то отношении вопрос о власти. Да, вот, нитш, который ставит. Потому что, фактически, в идее речь не идет ни о никакой истине. А речь идет о том, какая система, какой... Какой план вот этот, да? Такой план, да, возобладает. Вот, допустим, возобладал декартовский способ размышления, да. Он какое-то время властел, потом кантовский способ, потом гибельский, теперь, допустим, ходить кирианский, там еще какой-то, там, где лезовский, там. Каждый раз вопрос идет о власти. Кто будет властвовать умами, да? Вот, не очередной какой-то способ видения проблем. Но, если это так, это просто все становится неинтересно. Зачем этим заниматься? Ну, мы хотим властвовать, чтобы. А, ты уже водимагоним, да? Вот, мам. А, ты уже водимагоним, да? А, нет, это скучно. Да, я проводим. Ерундой заниматься. Хорошо. Ну, ты знаешь мой дом, где он так живет? Да. А, что ты в философии так вот пошел? Я пошел, что ли? Это судьба. Угу. Нафига судьба властвовать? Да. Иди сюда, нажимай властвую 168, это середина дома, короче. Середина парадок. А ты уже 168, нельзя. Да. Ну, ладно. Как бы это уже немного лирическое... Не, ну, властвовать это один вариант, да? Как бы, не обязательно властвовать. Просто... Я говорю, что в чем состоит? Вот берем современное состояние, допустим, философии, вот даже у нас там. Властвовать, властвовать это тоже, как бы, мне кажется, это, ну, определенные идеологические уже... Это уже Ницше, понимаешь? Это тоже определенная парагигма, в которой эти, как бы, планы, они могут соревноваться экономически, да? Это другой немножко разговор. Вот, допустим, вот это успешное предприятие, да? Вот, Декартовская, это неуспешно. Властвует ли одно над другим, да? Или над умами, да? Черт его знает. Просто это, как бы, успешное. Вот. Ну, то есть, в каком-то ключе, да? В определенном, опять же, плане, вот, это соревнование может быть, выглядеть так. В другом плане оно будет выглядеть по-другому. Вот. Поэтому, мне кажется, это тоже забегание. Как сказать, не забегание, а перескоп определенный. Да нет, просто есть некая эйфория, там, или, как сказать, я говорю, вот, я называю себя тешим. Может, всегда, сколько угодно, себя тешить, что ты занимаешься чем-то важным. Ну, там, придумать какие-то способы оправдания своего положения. Я не вижу такой проблемы. Я считаю, что нужно заниматься не важным, а тем, что тебе интересно. Поэтому я в Игорь играю, да? Вот. Надо заниматься тем, что интересно тебе. Если тебе это интересно, то какая разница, важный ты или нет. Вот. Какая разница? Кстати, между прочим, как ни странно, получается, я все-таки съехал к тому, что был вот вчера, да? На нашем арте, может, потом там чик. Защищаешь Игер и позицию? Нет, не Игер и позиция. Просто вчера, как бы, так получилось, что когда мне слово дошло до меня, а слово до меня дошло последнее. Угу. Я там был там. Ну, естественно, можно, я все их снимал, как бы, и давайте меня, меня, там. Угу. И я начал говорить, и получилось так, что, как бы, я, ну, естественно, я когда говорю, я не могу, как бы, не включиться в некий философский, философский. Угу. И, включившись в него, попытаюсь, как бы, немножко проанализировать ситуацию, как бы, да, на простых словах, совершенно, философской позиции, я заметил, как бы, вот, реакцию какую-то ненормальную, что это философия, это все не надо, типа, знаешь, какой-то там, типа, там, усталость такой, знаешь, какой-то такой, ага, типа, что это вот морализаторство, что-то такое. Угу. Понимаешь? Я, как бы, потом вот, оказывается, слегка осекся, как бы, и скатился, там, ну, быстро, там, что-то проговорил, как бы, и закончил. Ну, сам факт. Понимаешь? Сам даже воспринимается вот этот способ, да, вот, попытаться сказать людям что-то существенное. Он воспринимается, как какой-то долей, эм... Не, ну, мышление неприлично просто в обществе. Да, неприлично – это мягко говоря, а какой-то долей, как бы, вот... Оно вызывающее, да, еще. Да, вызывающее – это обязательно, конечно. Да, что, я просто… А это вызов такой, да. Да, это ты говоришь им как бы вот. Но еще как будто вот, знаешь, и усталость, да, вот это вот тоже варный момент. Как будто бы они вспомнили, что мы же все-таки собирались как выпускники школы, как будто бы вот я на занятиях в школе, как будто бы я держу урок. Они не понимают, что это не урок, а это на самом деле как бы сама жизнь. Понимаешь, это как будто философия, она не является чем-то таким, что наряду с математикой и прочим существует. Это каждый раз приходится это объяснять, что философия – это не предмет, который может звучить, как бы и все, забыть однажды там, какой-то конспект закрыт и больше не помнить. Сама жизнь постоянно ставит вопросы. Или, допустим, там… И эти вопросы и есть философия. Тебе, как там обычно в школе, да, вот это там понадобится в жизни, а это не понадобится в жизни, да, понимаешь? Вот там, не знаю, металлознание, там, металлостроение, там, тебе понадобится, а тебе нет. А тебе не понадобится философия, потому что ты не будешь работать на философском факультете. Все. И, в общем-то, они все считают, что философия не понадобится никому. Ну, может, так и есть. Просто Хайтеггер, если возвращаться на серьезные единицы, Хайтеггер сам постоянно ставил вопрос, связанный с тем, что такое философия. И вообще и Иды Лёс в конце своего философства не этот вопрос ставит, что на самом деле в каком-то отношении мы дошли до такой проблемы, что мы уже не понимаем, где мы находимся, чем мы вообще занимаемся. То есть философия, раньше она была сверхнаукой, как ты про это говоришь, да, или там, даже вот у Гусселя, она как философия, как строгая наука, она, в принципе, должна была, или там, Фихтер, Гегель, она должна была оправдать все. И существование науки оправдать, и философия науки даже к этому стремится, но тем не менее она это скромно делает. Ну да, они все скромные там, да. А вообще говоря, и претензия есть на то, что вот она станет своего рода богословием науки, да, там, как бы, все от первого принципа, как бы, выведет, все объяснит, все расстает на полочке, почему возможно, там, и так далее. А теперь получается, что философия... Даже Канн, да, опять же, уже постремился обосновать естественные науки, понимаешь, помочь им, как будто бы они в этом нужны. А теперь вопрос стоит так, что философия уже вообще как бы не нужна никому. Ни в каком отношении. Ни в отношении, там, обоснования какой-то науки, ни в отношении нужды, там, допустим, для личной жизни, да, там, для того, чтобы осмыслять мир. Она просто является каким-то хобби, каким-то занятием, условно говоря, там. Одним из возможных видов занятий. Личным делом, как ты говоришь. Любопытным, личным делом. Можно присутствовать, так сказать, в обществе, там, умом, там. Снимат, ну, это же ищут есть к этому способность. Ты можешь как бы себя там проявить. Поэтому вопрос ставится вообще, что такое философия. Именно так и ставится. Попытка у Хайгера, это попытка, вот он как раз сравнивает с наукой, он говорит, что философия, она должна заниматься метафизикой, она должна заниматься бытиями. Надо было поставить вопрос о бытии, что наука этим не занимается, она только сущим, содержанием сущего занимается. Философия должна заниматься постановкой вопроса бытия. И как бы это все, вот у него как раз есть работа такая, что такое метафизика, она, я считаю, программная. На самом деле, вот эти все там, пути и время, это все как бы там. Вот что такое метафизика, она как раз программная, и там это, короткая такая ужина. Да, короткая работа, и там все как бы, вся вот его суть, как бы, да, все философия, она просто высвечивается вот в яркой такой форме, да. Причем возразить нечего, потому что это действительно и логическое там все, и все действительно так. Ну, философия сущилась до такого простого, там такого, может быть, непростого, но как-то вот до такой формы. Пустого как бы, да, то есть бытие, как бы, оно как бы, все содержание осталось науке, все как бы, все сущие осталось науке. А у Делюза философия сущилась вот в какой-то игре. Да, там, там, это, у науки там их своя игра, у там, у искусства своя игра, а вот эта философия типа своя игра. Ну, да. Ну, и хорошо, конечно, своя игра, здорово. Ну, и что? Много есть разных по-моему, видов, Делюза, там, конечной скорости, бесконечной скорости, помнишь, там, да, функции какие-то, там, вот еще что-то. Ну, и ты понимаешь, это, как это называется, хорошая, как это, мина при плохой игре. Вот, когда философию уже кончено, да, вот, есть возможность ее оправдать тем, что вот она особого рода, там, деятельность, там, типа, там, недоступная ни науке, там, ни чему-то, ни искусству, там, как бы, ну, это все здорово, конечно. Я, и я, естественно, как человек, относящийся к философии, не буду против этого соподеляться, но в некотором отношении мы сдали все позиции, да, все. То есть, то, на что, замахивался аналитической философией, а замахивался на то, что философия, или метафизика, лучше говоря, да, это не наука, там, это просто собрание входящих там. Это молчаливо все признали в итоге потом. Да, это, фактически получилось, что в итоге так и оказалось, по факту, то, что называется. Может было сколько угодно трепекаться и сопротивляться этому, но по факту оказалось так. Философия, это просто неправильно поставленные проблемы, или вопросы, которых на самом деле нет. их нельзя поставить. Просто неправильное употребление языка, говорят, ну там, в общем, сплошное это собрание ошибок, так сказать, и стереотипы. это к вопросу о том, о том, чем мы занимаемся. То есть у тебя период разочарования? Да, у меня период этого маленького, этого, да. Ты это даже как бы сегодня и не планировал, я так чувствую, да? Ну это после вчерашнего. А, ну устал? Или расстроился? Я расстроился, да. Кто там был у вас? Ну все, ну и Игорь был. Кто там, не философов там, которые не поняли? Да дело не то, что не поняли, я просто понял, что как бы на фоне того, что люди детей рожают и дома строят, деньги зарабатывают, как бы уступает философ, нету ни детей, ни жены, ни дома, ни кола, ни двора, как бы, и похвастаться ему перед лицом материального достатка и устроенства. Да это, и попозже не вернусь. Просто стоит то, что как бы философ выглядит как нищий или как урод, понимаешь, чем он может похвастаться? Он скажет, вот у меня есть моя мудрость, скажем так, в каком-то, да, какая-то. Ну кому она нужна, твоя мудрость? Ты начинаешь рассказывать, а люди начинают кривить лицо. Нет, ну может быть, как бы, завел детей, вот квартиру купил, вот Уидар, квартира уже есть, ему только детей завести, ха-ха-ха. Как раз я с другой стороны, почему нет? Он, мне кажется, неплохим бацунтом был. Игорь как раз, знаешь, как интересно. Игрался там с детьми. Я Игоря запустил первым высказываться, и Игорь как раз задал весь тон. И он сказал так, что вот он занимался, типа вот, ненужным мне утилитарным. Ну теперь он вернется на лоно-утилитарном. Деньги типа закончились. И они подумали, ну вот типа, урод наконец станет нормальным. Вот оно, он опять к этой братьи, да, всего человечества, которые своими днями занимаются там устроением блага там своего, да там, построением маленьких там кондоминиумов, да, каких-нибудь там, замены там стеклопакетов и прочее, и прочее. Наконец он вернется к ним. Нормальный билет и кей, да? А? Милет и кей. Да. Милет и кей, смотрите, нет. Милет и кей. Ну вот как в фильме этот, Бальсонский клуб. Все там устроено, да ты купил диван, и ты теперь знаешь, что правдят. Диван и перешел на все. А с велосюдией так не получается. Нет, а получается так, что я как белая ворона. Сидят нормальные люди, у кого двое детей, у кого там, у кого один, у кого трое. А у одной девушке, которая не смогла приедет, потому что она была беременна, у нее четверо. Понимаешь? И она беременна еще? Да, нет, она была. В четвертом беремене? У нее просто восемь. Восемь беремен. И она вообще связалась с нами по скайпу. И просто факт состоит в том, что все восторжены, что у нее-то четверо. Ну, она во-первых в Америке находится, в одиночке. Но это не важно. А, это же как бы тоже... Нет, это как раз не важно. Там все-таки люди продвинутые. Это вы вчера встречались вместо семинара. Да, ты об этом говоришь? Да, я считаю, что это и был семинар. Только просто семинар, то, что называется, как ты говоришь, практический. Есть юридическая философия, которую... А ты осознал тут вдруг? Да, я вдруг осознал, что есть некая практичность, с точки зрения практичности, я просто ничтожествую. Вот я сферусь, среди них ничтожествами. Понимаешь? Не-не, не в том смысле, что я плохой человек, или что я какой-то несостоявшийся. Ты можешь, типа, цыган, купить это фрезы по дешевке. Ну, ты это даже сейчас иронизировать, а я говорю, по факту. По факту. Я говорю, я не могу вам предъявить материальные основания своего, допустим, своих, как бы, ну, как кавычка сказать, успехов. У меня нет детей, нет жены, нет дома, они это не осмотрят, как на жалку, это, человек, которого надо пожалеть, на жалку ищутся. Я говорю, ну, то, что у меня есть, как мне не предъявить, я, ну, я могу попытаться. Это очень поэтично, слушай, ты поэт? Нет, я философ, ты поэт. Дело не поэт. Вот это поворот событий. Так, входи, я поэт. Ну, вот так получилось, тут и поэт. Это же судьба поэта была. Я думаю, что любая философа или судьба поэта черта отличаются в этом отношении? Я думаю, что... Я думал, что философ все-таки более устроен в жизни. Не, любая увлеченность, она имеет характер такой. Ну, да, да, согласен. Как бы ты все же справедлива в мире, ты отказываешься от одного ради другого. И наоборот. Да, согласен. Все так устроено. Время, потому что у тебя одно, и ты можешь, условно говоря, распределить либо в одну сторону, либо в другую. Тебе приходится каждый раз это время дробить. Чтобы, если ты пытаешься на двух столях сесть там, и устроиться материально, и духовно как-то растить, тебе приходится каждый раз между двумя столями садить. Потому что здесь есть противоречие всегда. Потому что то, что как бы деньги приносят, оно всегда противно тому, что как бы тебе нужно на самом деле. То есть то, что нам нравится, скажем так, в духовном плане. Я же не говорю, что они меня не поняли. Они все меня поняли, но вот некая, как бы, знаешь, если бы я был кавкой, я бы какой-нибудь написал бы действительно роман там очередной, там, замок, или что-нибудь в этом роде. Некая, знаешь, при всей, при личности ситуации внешней, все было нормально, есть некая как бы инфернальность во всем это. Как, знаешь, какие-то лица, хари какие-то, окружили меня, типа, и по плечу стучат, ничего с тобой, это ничего страшного. Ты, конечно, уничтожишь, мы это понимаем, но они не говорят это, они только кивают. Но ты такой, что ты сделаешь? Смирись! Понимаешь, у меня двое детей, там, у кого-то, трое, у нас мортира в Москве, там, и прочее. А ты вот мусор, так, он до мусора есть. Делаю, кстати, причем, самое что интересно, что эти люди достаточно достойные, они, никто своими деньгами там не пытался похвастаться. Знаешь, как и бывает это. Ну, это уж был совсем унизительный. А именно, что вопрос всегда шел о такой прибыли, которую невозможно никакими деньгами воспомнить. То есть, о детях, о жене, о какой-то... Ну, о каком-то там, даже, может быть, чувстве достоинства, там, как бы успехах. Ну, как бы, пойду на прибыль, есть, а вот человек, допустим, что-то добился, там, вот он там, условно говоря, есть там и карьера. А я ведь даже, да, я ведь в этом отношении даже ничего не добился. Ну, кто там, ну, что я там, менеджер своей фирме, администратор, лучший случай. Так-то, если посмотреть, ни кола, ни двора, там, ни детей, ни жены, ни квартиры, ничего. Тут нового нашего семинара, чтобы услышать новую полемику с пеной рта о последних понятиях метафизики. И тут вдруг исповедь слишком единичная. Ты сам говорил, что только что завел разговор о том, что философия первого лица. И получается, что философия, она должна заниматься даже вот такими бытовыми проблемами. Философ входит в мир, как бы сталкивается с реальностью, лицо к лицу. Я философ. Морда и салат, условно говоря. Во многом это. Именно так. А не, на самом деле, именно так всегда. Ты философ, да, ты, условно, можешь, допустим, сделать какие-то выводы что-то обобщить, что-то понять, проликнуть какие-нибудь в кавычках тайны бытия. А на самом деле, скажешь, какие тайны бытия. Дети у тебя есть, детей нету, деда у тебя есть, нету. А что, о каких тайнах бытия ты говоришь? Понимаешь? Вот так. Это, знаешь, это старый разговор. У тебя есть такой анекдот про пальцы. Стумные, где-то деньги? Не, про пальцы. Он там шел, как бы на звезды смотрел, провалился в яму. Какая-то, буржанка сказала, ну вот, типа там на звезды смотрит, может видеть звезды, там еще что-то понимать, а под ногами ничего не видит. То есть, типа непрактично. На это дело, между прочим, огрызнулся Гегель, который почему-то близко к сердцу это принял. Но он-то не такой, как раз был, заметь. Он сказал, как что-то, ну, это служанка, и вот больше, чем под ногами ничего увидеть не может. Невелика, так сказать, важен, что она под ногами что-то увидеть может. А что, а если брать дело по существу, да, вот если без эмоций взять, то как надо, как надо к этому опросу относиться. Есть же такая поговорка, такая дебильная, как бы, значит, всегда, меня раньше трогал, сейчас меня уже не трогают. Потому что, если такой умный, почему не богатый, да? Ну, богатство здесь надо, например, широком смысле. Ну, в смысле, опять же, детей, жены и прочих всех этих вещей. Я к тому говорю, что экзистенциальная философия, как она... Она философия и философия. Нет, просто нет, я как-то сказать, что экзистенциальная философия, как ты ее пытаешься защищать, а именно, как философия первого лица, она ничтожен. Такая философия не может встать, на самом деле, и противостать даже, если так можно выразиться, вот этому обычному взгляду. Потому что только на фоне вот этой вот горизонтальности, где философия стоит рядом с таким обывательским представлением о жизни, ведь и так оно и есть. Философ, что он там, он может какой-то предъявить какой-то нравственный упрек, что ли, к другой жизни. Не может ничего. Ну, можно так жить, а можно иначе жить. Понимаешь? Нет никакого... Не может быть никакой отсыточности. И экзистенциальная это как раз может сказать, что вот вы как бы впадите, забивите, все должны быть философами. Ну, знаешь, здесь она может это, и делает, это все понятно. Но поскольку философия первого лица, ей противостоянет и другая точка зрения. Скажет, да, вот знаете, мы на самом деле живем в рамках некой традиции. У нас есть некий общественный дух, у нас есть там дух народа, дух рода, традиции, религии и прочее. Одно дело в философстве абстрактно, а другое дело мы живем в некоторой уже обществе и продолжаем дело наших отцов. Тут же можно по-разному относиться к этому. Можно говорить, что это ваше дело отцов ничего не стоит, но это ведь только заверение будет. Как вот Гегель говорил, да, вот Гегель, когда философия духа критикует, как вообще Луштаг, как вообще построена философия духа? Она построена тем способом, что есть некое являющееся знание, то есть знание, как оно представлено в мире, то есть знание обладательское знание, а есть знание научное. Если научное знание скажет являющееся знание, то есть что-то и ничто, то это будет ровно столько значить, сколько если наоборот являющееся знание начнет отрицать это научное знание, на том же основании, что оно для него ничто. одно заверение понимаешь стоит ровно столько сколько и другое поэтому научное знание должно вступить в являющиеся знания и внутри него показать его ошибочность искать и должна быть внутрь только такая критика добивайся и поэтому феноменология духу в некотором отношении вот является очень фундаментальной работы потому что она входит в понимание того чем представляет собой какие-то обычные знания до являющихся и критикуют их изнутри показывает их несостоятельность ну так было то это может и есть проблема ты не понимаешь как может быть тоскливо уныло безрадостно и никчемно жизнь этих успешных на первый взгляд внешним образом да у них есть дети но ты знаешь какие там семейные отношения большинство людей какие отношения с детьми как мало реально любви давай допустим что есть идеальный идеальный все хорошо и что чтобы выбрал ты быть как бы отринутым ламотем отброшенным отрезанным ламотем не продолжать условно говоря традицию продолжать традиции человеческого а жить как-то непонятно как заниматься или все-таки жить в счастливой семье и продолжать все традиции своего рода альтернатива раньше выбрал бы быть отрезанным ламотем сейчас вот сейчас даже по линии отношения нас с тобой проходит опять же то же самое разлом понимаешь что я как бы вообще как бы непонятно чем занимаются ты занимаешься всем понемножку на участке блюдешь главную цель человечества воссоединиться там и двигаться к никому про комфорту там не знаю там правильной жизни с точки зрения там общечеловеческих ценностей и прочее что-то мы скатились нет понимаешь в чем дело а ты задал планку что твоя философия нет вопрос то вот что в том что сейчас как бы это все может быть хорошо то а результат какой там на смерть там андрея там подают просто периодически да допустим снимают там обустройство там работают иногда я вдруг как бы на что качнулся и думал на что уходят годы там моей жизни а что вообще все мое время на это зарабатывание денег на работу но как работа на какой-то совершенно пустой вот ничего действительно душе не дающей работе это просто как бы может обернуться вот вот этот путь либо тут два варианта либо как бы каким-то личностным забвением это вообще забываешь у тебя были какие-то другие цели интересы там так далее либо какой-то личностной катастрофы когда ты там в какой-то момент очнулся и понял что ага так ведь как бы пока я там все это обустраивал там и так далее пока эти я ведь так ничего и не не создал понимаешь там не добился как-то если у человека изначально были мы привиты эти высокие цели понимаешь такие как бы романтические там идеалистические что вот нужно таскать больше чем просто обычная жизнь тут еще вопрос следующем особенно дело конечно не в том что у меня какая-то обиды есть вопрос я пытаюсь осмыслить как на самом деле как чем мы занимаемся какой скажем так как философ соотносится с тем что представляет собой там правило человеческой жизни там здесь некие правила заведет как люди живут как как философ с этим соотносится является ли он уродом условно говоря это какие-то как говорил про это неченечко правду не про уродом дырю там что философ своего рода как циклов понимаешь там или как и аристотель говорит про философу что это что-то среднее между человеком так сказать и обезьяна не человека по-моему или богом он говорил как-то не но есть еще ведь социальный ответ да как бы на этот вопрос есть социальное то что вот как бы есть в обществе и такие как бы функции так 5 пути жизненные это способ оправдать ну почему но как не обязательно кому-то надо заниматься вот я давай так у себя возьму себе это не не как разведчики на и не по решению заметь все-таки это заметь все-таки книги философские зачем-то на полках стоят тут их покупать этим как бы кто-то в какой-то мере интересуется пусть в небольшой но может быть молодые умы знаешь это из разряда что ну есть же маньяки типа ну вот они же написаны кучу трудов там понимаешь не маньяки почему а как я говорю про уроды есть человечество уроды нельзя сказать что как бы вот эта деятельность она абсолютно не востребован это не так понятно допустим те стихи читают да тоже как бы очень мало вот но тем не менее востребованность какая то есть пусть на ли ты не понимаешь и вопрос дальше внешним образом как бытие для сказал и в год есть вы зале аспекты правил социальные философы бытие для я говорю философ для себя вот для себя быть и философа как ему самому с собой то что он философ для это понятно я выполняю социальный заказ ну вот видишь маленький то есть социальный заказ философ должен же на самом деле как то для себя решить кто он такой как как и для тех что с его точки зрения важно как с его точки зрения правильно а то что как общество куда-то его пристроят а вот труды как бы опубликуют там куда-то на полку поставят или продаст это уже общество все перерабатывает и маньяков перерабатывает и куда нужно там употребляет фильмы снимаем про них там еще чуть-чуть это все пойдет общество понятно что любые возможности используют по социальной точки зрения этого я понимаю прибыли до того что существует в частности даже и уроды но вопрос стоит а как уроду то вся саму себя сидит урод и он думает про себя я урод и что делать урод говорит что мне нравится заниматься этим до силу того что это мой хобби да я буду этим заниматься это один разговор здесь философия первого лица я говорю что вы извините у вас там хобби заниматься там компьютерными играми у кого-то хобби марки собирать а у меня хобби заниматься философами да хорошо руки пожали и все это разошлись это один разговор а другой разговор состоит в том что я пытаюсь как бы не просто заниматься в хобби я думаю зачем мне понимаешь это как бы унижение какое-то философу потому что там что такое хобби оно ничем не хуже там чем хобби предстоит управлять норька и заливать так сказать заворотишь а у тебя получается такая ты не согласен на то чтобы твой способ жизни и способ жизни вот этих людей с которыми одноклассников они были равноправны либо они должны быть правы либо ты вот такая как бы альтернатива стоит мы не можем одновременно быть правы а самое интересное что на их стороне численность но это понятно они вещают авторы они не просто одноклассники да который выбрали частный образ они вещают унижен более менее все образы жизни одинаковы они вещают со стороны того что представляет собой человечество для меня не явились просто представители человечества которые на меня смотрят угорящие понимают что я-то урод а они-то вот они-то человечество они-то живут правильно у них дети жены там какие-то работы и прочее а у меня что они смотрят на меня как бы не то что может быть лично они меня никак не укоряют но я сам себя на себя ихними глазами я как бы отражаюсь через них и смотрю на себя и понимаю что я урок у меня нет одного другого третьего и дело не то что я не могу это приобрести а дело то что я как бы нацелен на то чтобы не вместо того что я живу другой жизнью не рову и жену там завести детей стать как они да и как бы обняться и сказать мы братья там солидаризироваться в этом отношении но вопрос же не в этом состоит то что если я считаю что мне это не существенно и сам везде говорю что ну живу и живу как там настаиваю на то что та жизнь которая живу она вот чем то достойно что она не не жить как бы вот какого-то изгоя его рода ана как будто достойная жить и тебе получается что на их стороне численность на их стороне правота нет главное что они же опять же не философы они считают что так это это хорошо 1 они считают что есть только один правильный способ жизни. Так это и больше всего укоряет. Если бы они были философами, они могли бы к этому физически отнестись и просто, условно говоря, манипулировать по мнению своим. А они к этому отнеслись так, что условно говоря, на их стороне сама фактичность. Они просто укоряют меня не тем, что внутри. По факту. Тем самым, что они другие. Я как бы смотрю и вижу, что я другой. И не то, чтобы я был другой уже с фундаментальной точки зрения. Конечно же, я могу к ним присоединиться, просто тут же шагнуть и стать вместе с ними. Но я как бы другой по факту. Опять же, так же факт жизни показывает, что я другой. И как быть с этим? Это я опять же все к тому, что если мы философию говорим от первого лица, то такая философия. Что такое есть? С другой стороны, если бы я сказал, что я занимаюсь наукой, как я, собственно, и сказал. И получается, что я занимаюсь не философией, а как-то внутри я, условно говоря, устыдился и сказал, что я занимаюсь наукой. И сразу вышел, что это нормально. Потому что заниматься наукой, заниматься неким общим делом, общечеловеческим. Кто-то должен этим заниматься. И, в общем, как бы там получилось так, что я поменял одно на другое. Кто-то с семьей занимается, а кто-то наукой. И в их глазах это нормально. Ну, как космонавты. Вот есть же космонавты, которые полетели каким-то далеким звездам. Навсегда. Навсегда, да. Вот это тип философ. Но я-то на самом деле должен был сказать, что я занимаюсь философией. И когда по факту я начал говорить философским языком, когда я начал философствовать, это выглядело, что досадили, я пытаюсь как бы потратить их драгоценное время на ерунду. Он завел какую-то коннитель. Понимаешь? И не потому, что я говорил как-то очень выспренно, или каких-то там высоких материй, а потому, что в принципе, как ты говоришь, это не то, что там неприлично даже, а просто это как бы не нужно. Это вот лишнее. Вот есть некая лишняя, какая-то добавка. Ну, занимаешься наукой и занимайся. Не надо вот тут лишнего. А я-то претендовал, я же всегда претендую на то, что философия, она от жизни. Философия связана с жизнью. Что вот как бы в самой жизни надо философствовать. Не так просто есть жизнь, а отдельная философия. А в самой жизни. И когда они говорят, что не-не-не, жизнь-то вот она, дети, там это. А твоё философские, это вот наука. Вот она, отдельная. У вас неправильная жизнь, вы ничего не понимаете. Да дело не надо, но это отдельно. Вот если ты, говоришь, занимаешься наукой, то это отдельно. Ты приходишь, занимаешься физикой. Ты приходишь, но apparently уже не физикой. Ты занимаешься жизнью, как бы. То есть вся наука так устроена, что она как бы отдельная от жизни. Есть, конечно, сумасшедшие, которые там всю это смешивают, но тем не менее. В целом, как бы, в общем-то, установка такая, что вот есть жизнь, а есть наука. А философия, вся сути состоит в том, что она в середоточии жизни. Нет такого разделения. Философия, жизнь. А это вместе. Но если она претендует на это, что она в середоточии. Ты сам говоришь, ахадиги, именно так. Она к чему-то в жизни должна привести. Она же должна как-то твою жизнь сделать какую-то правильную. Она должна слиться с ней и куда-то ее подвинуть. Ну вот помнишь, что разговоры о антологической ответственности. По идее, ты вообще должен... Это тот самый разговор. Нет, по идее, идеальный философ это какой-нибудь, знаешь, как вот эти отцы церкви. Он должен идти, от него должен исходить свет, благодать. Только не отцы церкви, а святые. Святые, да. Но там не святые, там же есть отцы какие-то. Не отцы, а как это. Старцы. Вот типа старцев, понимаешь? Которые все приходят за вопросом. От него и благодать исходит, от него исходит мудрость. Да, он как бы средоточий жизни. Да, он средоточий жизни. Философия Никтосусе должна быть своего рода к религии. Да, у него это мышление, оно сплавилось жизнью, оно привело в жизни к результату такому, что ну вот как это к нему ходят за советом. А кто ходит к философу за советом? А никто не ходит, не нужен никого. Самое интересное, если как бы дальше анализировать то, что я там говорил, я ведь как раз вдруг, да, внутренне начал говорить о том, я сказал, ну вот с внешней стороны это так выглядит, а теперь я немного скажу о себе. А знаешь, кстати, нет. А знаешь, кстати, надо еще. Ну ладно, давай, рассказывай. И то, что я себе сказал, что состоит то, что как бы я умею, как бы да, хорошо умею, это, главное, состоит в том, что я умею помогать людям, как бы да, вот как вот Сократ помогал, да, там, какую-то родить мысль. Ну то есть я и себе так помогаю, да, естественным образом, и другим могу помогать. То есть иначе говоря, я могу, то есть если выяснить Сократский язык, могу быть участником хорошей беседы. Что такое, что чем бы, как кончается хорошая беседа, она кончается неким, так сказать, плодом, да, совместный как бы, совместный мужчина или партнер. Может быть, да, человеком там в итоге. Вот все, что я могу. И вот это выглядело, понимаешь, так, что просто, ну уж ты урод, ты просто уродствовал, как бы в другом месте бы рассказывал. А знаешь, что как бы, в чем, вот у Хайдегра есть там эта работа по поводу Гёльдерлина, что-то там он рассуждает, он как бы ужасается, что вот в этом современном мире пропала сакральность, священная как бы ушла. Вот сакральность нет. Вот почему эти старцы, как бы, могут быть старцы? Потому что сохраняется там в религии. Вот это вот пространство сакральное. Философ когда-то тоже был таким сакральным, понимаешь, и вообще философское знание было сакральным. Причем сакральным не просто, это означает эзотерическим, как говорится, да, то есть с чем-то недоступным, закрытым там для избранных. А как бы для избранных, как сказать, в хорошем смысле, ну, короче говоря, это что-то такое всеми признаваемое, ну, то есть социально признаваемая избранность какая-то. Вот этот старец. Да не что, а Платонич, это так говорит, что понятный Платон. То есть, короче говоря, помнишь, опять же, про нитшу мы читали, да, что вот там, как бы, про этот риск, который, как бы, про кредит, вот он говорит, вот никто меня не знает. Вот я, как бы, живу, я, как бы, в долги перед своим собой вошел. Вот, я, как бы, сам у себя, как бы, взял этот, там, кредит. Ну, кстати, в свете нашего разговора, это, конечно, точно тот же самый разговор. Это тот же самый, и это Деррида пишет, что да, вот, как бы, ты сам перед собой залезаешь в долги, а платить их могут только другие, пишет Деррида. Вот, как бы, такой парадокс. Вот, и погасить твои долги перед самим собой могут только другие. Только другие, как бы, вот, приходят к старцу, как бы, признают его в качестве старца, вообще приходят к нему со своими вопросами, вот, потому что вообще, как бы, вся социальная система так устроена, что она, ему место там, как бы, зарезервировал, что вообще есть такое место, где можно этот старец находиться, понимаешь? Как для Бога место есть, понимаешь, и вот он там может находиться, так и тут. Должно быть место в этой социальной системе. То есть, место определяет человека, а не человек. Я думаю, что, нет, ну, это другое дело, там, как подходит, не подходит, но если места нет, понимаешь, если в современной социальной структуре место, место, даже, я говорю, не для философов, а для сакрального. Вот, как бы, о, вот это сакральное, как бы, оно... Ну, согласен, если места нет, то и занять его нельзя, вот это понятно. А философ, как бы, тем не менее, занимается теми вопросами, которыми и раньше занимались, там, богословы, там, и те же самые... Ну, в этом смысле, почему он несовременен, да, понимаешь, как бы, что на тебя же смотрят, как на несовременного человека, вот, потому что, как бы, места такого нет уже давно, бог-то умер, понимаешь, там, сакрального уже нет, места такого нет. Ну, ты немножко вопрос утрировал, потому что из того, что места такого нет, это не значит, что деятельность самопрекращена. Нет, деятельность... Просто социального места такого нет, но это не значит, что места такого нет, в метафизическом смысле. Нет, в метафизическом, но, видишь, если, как бы, всерьез, А задуматься над этим тезисом, в общем-то, гигиурьянским, тезисом Деррида о том, что долги перед самим собой, в которые ты влез, могут погасить только другие. Это как бы какую-то социальность привносит, но не самую полную социальность, а какую-то онтологическую социальность, если хочешь. Поскольку вообще речь идёт о коммуникации... По-другому, вот это другое, с большой буквы Д. Вот и получается вот эта ситуация. То есть ты как бы в эти долги влез, понимаешь, потом ты с ними встречаешься, а они как бы это... Кстати, между прочим, если уже говорить о дальнейшем движении, то у нас как раз сейчас вырастает проблема интерсубъективности. Мы всё занимались сознанием и занимались в каком-то отношении одним сознанием. Нам важно изучить вопросы соотношения разных сознаний. Сейчас вот доски нету, как-то там надо немножко рисовать. Можно этот вопрос просто оставить. Но тем не менее, философия Хайдегера, философия Левинаса, и вообще современная философия, она обсуждает позицию другой, позицию социальности, позицию Хайдегера-Люди и прочее. Это всё очень важно тоже. Потому что структура сознания, она предполагает вот этого другого. Сама структура сознания так устроена, что оно место, как ты говоришь, оно есть. Может быть, в самой социальности места философу или места сакрального, конечно, нет. Каждому человеку в структуре присутствует место, которое можно обозначить как другое. Причём в это место занимают либо вещи занимают, либо субъекты другие, либо абсолютно. В зависимости от этого самоотношение становится разным. Но сейчас этому обсуждать не будем. Сам факт, что мы пытаемся сейчас подходить к этому вопросу с позиции, если так можно выразиться, экзистенциальной философии, он правильный. А на него как-то перейти. Даже с нитши как бы, если смотри, то есть ты зрение, ты как бы всё делал правильно. Ты как бы полез в эти долги, понимаешь? Вот. Но уж как бы... Слово правильно, оно не понятно. Это я делал свои позиции правильно. А с точки зрения других это было неправильно. Нельзя было в долги залезать, понимаешь? Ну нитши-то тоже видишь как бы... Этот кредит не оплатить, нет. Время-то упущено. Ну хорошо, а вот если нитши, допустим, взять? Ну он там кучу книг написал, а тебе нужно ещё кучу книг бы написать, по идее, чтобы хотя бы посмертно иметь... А тебе не странно, что он именно кучу книг писал? Что вот можно это рассматривать как своего рода попытка оправдаться, да? Я вот на самом деле живу один, у меня нет ни семьи, ничего, но у меня есть типы книг. Это же рассуждение есть о том, что его книги это как дети. Даже вот такого есть аналогия. Нет, но всё-таки нитша как бы, он в итоге-то оправдан и социальностью, и как бы вообще другими, да? То есть, ну, он во всех отношениях как бы его существует... То есть вопрос всё-таки идёт за то, что я виноват? Вот ты так вопрос ставишь. Почему виноват? Потому что нитша оправдан, он нашёл в долги, он оправдан. Он был виноват за то, что вошёл в долги. Но в итоге как бы ему эти долги простили, он потому что книжки написал, интересно, и он оправдан. А то есть, я теперь виноват. А в том смысле оправдание бытия, понимаешь? То есть, его как бы... А почему нельзя даже... Да, Сократ оправдал Платон, получается? Сократ ничего не писал. Точно так же... Да, получается. Но у Сократа, правда, была семья. Сейчас у него там была и жена, и, по-моему, дети даже были. Ну, по исключению, есть тот же Гегель как бы была, я так понимаю. Гегель тоже семья ничего. И хозяйство там, и всё. Да, и так ещё. Ну, вот у Канта не было там ничего. Ну. Вот. То есть, по идее, как бы это вот такое... У Спинозы не было ничего. У Леница, по-моему. А правда, не в смысле вины, а в смысле риска. Вот бывает, оправдался риск или нет. Вот ты как бы рискуешь. Риск может оправдаться или не оправдаться. Нет, вот если говорить с точки зрения риска хорошо, это хорошее слово. А можно говорить с точки зрения бизнеса, да? Как ты вот начал там, долги, кредиты и всё. Ну. Я вкладываю, условно говоря, свои усилия, да, вот какие инвестиции, в то, чтобы двигать философию. Ну, там, непонятно зачем, но, допустим, потому что... Вкладываешь жизнь свою, да? Да, вкладываешь жизнь свою, да? Да, вкладываешь жизнь свою, да? А другие вкладывают в детей, там, в дома, там, в жену и прочее. То, что принято вкладываю. Они продвинут, условно говоря, свой рот дальше, если так можно выразиться, да? Вот они вкладывают в свой рот. У них, как бы, у них более стабильный бизнес, да? Понимаешь? Да, да. Причём он проверенный. Проверенный, да. А я-то могу оказаться просто пустой, пустышкой могу оказаться. Да. Никакие книги там, ничего не... Но при этом, понимаешь, в чём дело? Меня не спасёт. На твоём пути, как бы, да, потенциально можно стяжать странной такой прибыли, да? Но куда больше, чем... Так а что прибыли? Она будет прибыли не для меня. Она будет прибыли для моего имени, да? Именно так. Так и пишет, да. Всегда на нуле имени. Очень весело. Да. Ну такой вот путь. Самого выбрал. Ой, это так забавно. Так поэты же те же. Вспомни про художника. Художники-то. Чем хуже в этом отношении? Вот они тоже там, художники всякие, поэты там, люди искусства. Тоже что-то там это... Все суетятся, что-то там пытаются творить. Кому это нужно? Что? На них же тоже смотрят. На них смотрят, как это ещё больше. Это всё понятно. Но только разница есть большая. Разница здесь состоит в том, что философия в своё время, во-первых, претендовала на научность. И тогда, я говорю, с точки зрения науки и с точки зрения в глазах социальности, всё это выглядело благопрестово. Теперь философия как частная деятельность. Она теперь действительно сродни поэзии как частная деятельность. Но и в этом поэзии она тема отличается, что, опять же, про искусство, про поэзию, как-то так тоже сложилось мнение, что они сумасшедшие, но это тоже вроде как нормально. Понимаешь? Потому что, как бы, в принципе, как бы, почему-то считается, что искусство связано с нормальным таким сумасшествием. Оно должно быть как бы немножко сумасшедше. И даже это пропагандируется. А философия, она понимаешь, не успевает... Она вроде и не сумасшедшая как поэзия, и неблагопрестойная действенность как наука. Она ничто. Она не до, всегда, всегда не до. Не до то, не до сё. Не то, не сё. Как надо определить? Если я поэт был бы, да, допустим, есть же философы андеграммные, которые там просто так ведут такую жизнь маргинальную. Но, тем не менее, вся суть состоит в том, что... Я могу сказать, как это... Как диагент в бочке живет. Нет. Вот как, допустим, современные философы реально выходят из этого положения, да? Из этого. Они, значит, во-первых, как бы, приобретают политическую ангажированность, как мы знаем. Все эти там всякие там какие-то лугины там или кто-то там ещё. Они светятся там по телевизору. Они как бы позиционируют себя как вот таких вот тоже как бы мудрецов, которые могут что-то нам сказать это наши современные жизни. И это их делают таким. Потому что, как вот ты говоришь, что в нашей стране это не очень сильно заметно, а во Франции где-нибудь там есть такое место по понятию как бы мудрец. Надо обратиться к мудрецу. И обращается к директорам. Интеллектуалу. Да, и к интеллектуалу обращается к Делезу. И они там что-то по поводу там каких-то проблем, а в туалетах решают. Да, там есть понятия... У нас как бы тоже потолки. Вот жижик есть такой, да? Да, славевой жижик. Болтун, натуральный болтун. Какой он там философ? Просто болтун. Но он болтун, который вот общепризнанный, да, что вот он якобы философ, он там что-то вещает. Но он нашел свое место человека. Ну, понимаешь, но это же своего рода опять же... Интеллектуал-то тоже, да, как бы такое сакральное у них. Ну, не всегда это было, кстати. Если не за памятник времен, то еще с того времен, когда университет только появился. Ну, я думаю, да, это место, оно все появилось. Это все в рамках вот этого проекта «Просвещение», как они называют его. Ну, всегда был у них. Ну, начиная с Вольтера. Либо Руссо, либо Вольтер. Каждый раз у них был какое-то светило, да, вот, скажем, говоря, мозг, который отражал дух времени. Вот он, его устами вещал как бы дух времени. В какой-то момент, там, Деридай, Иделёс, вот эти имена, они как раз и должны были к этому относиться. Да и вообще у них, как бы, интеллектуальная деятельность, она в каком-то отношении оправдана. Она уже сама деятельность оправдывает жизнь. Это у нас не оправдана. Потому что у нас так сложилось, что интеллектуальная деятельность именно философская, да, может быть, научная, понятно. А философская интеллектуальная деятельность – это какой-то каприз. Это такое маленькое безумие. Нет, ну, понимаешь, в чем дело. Ну, опять же, это же вопрос аудитории, там, как бы… Ну, вот смотри, а вот если бы, допустим, ты преподавал в университете, если бы, там, твое преподавание, как бы, было востребовано. Даже если бы оно не было востребовано. Ну, а если бы ты издал энное количество книжек, да? Да, тогда, при моих глазах, был бы… Тебя бы начали приглашать, там, в один университет, прочитаете курс лекций, в другую, и ты бы разъезжал по Европам. Такой, как бы, профессор был бы, да, понимаешь, а-ля Деррида. Вот такой профессор, вот он приехал провести семинар. Да, я бы мог монетизировать, да, все эти свои достоинства. Тут же, как бы, тебе это почет… Даже не монетизировать тебе, как бы, а ты почетный профессор и этого университета, и того, и сего, понимаешь? Ты, как бы, вот такая культовая фигура. Вот, вот, как бы… Да нет, ну, это все понятно. Профессор тоже, как бы, сакральная позиция, конечно, да. Только мы скатились, как бы, с некоторой… Социальность чистая. Нет, нет, мы скатились с некоторой… Внешней такой… Да, к внешнему разговору, да. Потому что была некая принципиальная… Но они, эти люди, которые на тебя смотрят, они задают внешний разговор, понимаешь? Нет, да. Если они на тебя так не посмотрели, может, у тебя не было этих вопросов? У тебя вопросы эти возьмуты, когда они на тебя стали смотреть, как на это, как на… Нет, у меня, на самом деле, все вопросы возникли, когда ты сказал, что философия Хайдегера является философия от первого лица. Что она, как бы, если и говорит о одни всеобществе, то, тем не менее, должна, по своей идее, быть философией, как бы, Хайдегера, да? Нет, я не это имел в виду. Вот все-таки. Философия, как бы, единичного философа. Ну… А я имел в виду всегда, что философ претендует на некую всеобщесть. И он пытается заниматься, если так можно выразиться, наукой, то есть, гуманатичным словом наукой, да, некими всеобществами. И тогда оправдание его философии, оно в самом, как бы, понимании того, что это наущество. Я имел в виду не то, что это философия Хайдегера, а то, что это философия человека. Человека со всеми, вот, человека, да, как всеобщего понятия, опять же, но со всеми его атрибутами. А именно, ну, как бы, неотъемлемыми, а именно, как бы, конечностью, понимаешь? Той же, как бы, единичностью, но как всеобщим атрибутом, опять же. Его смертностью, его, как бы, озабоченностью. Всеобщность здесь перенесенный фактор, связанный с тем, что языки иначе нельзя. Это понятно. Вот, ну, нет. Ну, суть в том, что мне не нужно, чтобы, как бы, эта философия отражала Хайдегера лично. Мне нужно, чтобы была философия, которая отражала взгляд человека на вещи, а не, как бы, взгляд абсолютного субъекта. Вот что мне нужно. Мне нужно, чтобы удержать волосы. Вообще-то, религия тоже отражает такой взгляд человека, понимаешь, а не какого-то абсолютного субъекта и так далее, и так далее. И много что. И существует очень много разного рода концепций. И, может быть, это всегда так, я не знаю. Нет, просто дело не в этом. Просто у нас получилось так, что философия Хадиггер именно к этой практичности. Не практичности в смысле обывателя, а практичности в смысле отношения к практике свелась. Философия буддизма, различные практики. Нет, я бы сказал так, вот смотри, вот есть человек, он живет в мире, он осмысляет его. Дальше можно что-то упустить из этой ситуации. Вот есть эта ситуация экзистенциальная, из нее можно что-то упустить. Ну а почему структура упущенности задана? А почему ты думаешь, что есть такая структура? Как это говорить? Хадиггер говорил о каких-то там структурах, экзистенциалах. И что? А почему они существенны? Почему они вообще значимы? А почему у них другие экзистенциалы? Их сколько вообще? Сколько он с Хадиггером сказал? Или сколько, в принципе, каждый человек может придумать? Экзистенциалы, конкретика – это уже деталь. Вот я не стою за содержательность в философии Хадиггера. Я стою за то, что вот эта попытка объективной научной философии, она упускает вот эту заинтересованность человека в мир, как бы его вот эту, не просто созерцательную связь с ним. То есть субъект-объектное отношение, оно беднее. Ну, наука точно так же всё и не упускает. Ну, правильно, упускает. Я тебе говорю, а зачем объединять-то изначально? Да нет, дело не ва. Объединять зачем? Да не зачем, объединять. Тем самым, что она устремилась в философию это зафиксировать, она тем самым отошла от магистральной линии. Она начала заниматься какой-то ерундой. Ты послушай, что говорят учёные о такой философии. Это философия ерунды. Болтавня. Ну, они и раньше философии. Да и дело не ва. Но именно философия сама согласилась с тем, что она болтавня. Не так, что ли? То есть, короче говоря, ну, согласись, как бы, хорошо. Может быть, это реализовано плохо, но… Да дело не в плохости, а в самопостановку вопрос. Принципиально надо что-то упускать, потому что это несущественно и, как бы, приводит к болтавне. Так, что ли, получается? Это тоже важно. Но должна быть ещё и магистральная линия выдержана. Должна быть и то, и другое, и третье. Должно быть всё представлено. Не так, получается, что мы, да, мы отказываемся от научности, да, а теперь будем заниматься… Мы не должны отказываться от научности. Просто мы должны удержать… Понимаешь, научность, как бы, должна выступить, как один из аспектов. Получается так, смотри. Полноту удержать, полноту. Вот полнота существования, она включает в себя и этику, и эстетику, и заинтересованность, понимаешь, и переживания. Не нужно только, чтобы переживания были. Не надо строить философию, которая будет только про переживания, а на научно-экологические вопросы… А ты послушаешь, в работе, что она называется, метафизика, там же как раз вопрос ставится, что есть… Научность что понимается? Рассмотрение высущего в его содержательности – это и есть наука. Безотносительно там, как она называется. То есть всякая, как бы… Ну… Ну, это, собственно… Когда получается наукой, в каком-то отношении является даже… Философия и Геги… Ну… И Канда тоже. Все это научность. Все это попытки, как бы, вот, втиснуться в парадигму научности. Потому что единственный вопрос, который важен – это вопрос событий. Все. То есть, Канда взял и отрезал весь Алламодий. Он как бы… Он поправил линию различной философии и науки по линии своей философии. Он сказал, что вот философия, которой я занимаюсь – это вот существенный вопрос, касается философии, а все остальное – это научность. Конечно, он научность не отрицает. Но он просто туда свел все, что только можно сказать, к содержательному. Ну, достаточно честно, как бы, отдал все это. Потому что, действительно, наука… Ну, он, получается, позиции сдал. Ну, не просто отдал. Ну, сдал. И потом просто удивляется, что философия – это ерунда, что ли? Именно так и получилось. Что получилось, что философия – это воздыхание по поводу наших переживаний различных. С тем мы связаны, с другим мы связаны. Ну, хорошо. А если не сдавать? Ну, не обязательно же так сдавать позиции. Не обязательно. Просто удержать, как бы, полноту. Не редуцировать вот эти сферы, как… То есть… Так, я переформулирую, да? В чем отличие? В том, что он говорит, что вот это этическое, ну, эстетическое, да, оно одинаково фундаментально, оно также фундаментально, как и логическое. Да. Что они, как бы, все фундаментальны. Что это, вот, есть некая полнота, она фундаментальна, из нее, как бы, что-то, вот, редуцировали, сказали, что это несущественно, а что-то оставили. Он, как будто бы, по-твоему, может быть, ты и прав, делает противоположное. Он и редуцирует одно, как бы, да, устраняет его, отдает наотку, воздает позиции, оставляет, как бы, другим. Но почему все в полноту не попытаться сохранить? Вот. Вопросы я так и ставлю. Я и говорю, что Хайдегер не надо отбрасывать, он сделал в своей области, многое что указал, различие существенные. Это все здорово, но надо вернуть вот это вот логическое ущество. Да. Вот классическая философия, она должна все-таки обратиться к философии Гегеля и как-то ее втянуть обратно. Не отбросить и сказать, что вот занимался человек, как бы, это там, околонаучным занятием, он пытался обосновать науку. Это, типа, ерунда. И дело не то, что надо науку обосновать. Может, вопрос не так надо ставить. Но сам факт, что есть некое логическое, которое не свести никакой научности, конкретной научности, понимаешь, которое экологическое, как таковое, должно остаться. И как-то о нем надо говорить. И вот, в частности, я же начал разговор с того, что про субъект. Вот есть некое логическое, которое касается понимания субъектов, которое нельзя свести ни к категории, ни к тому, с чем занимается Хадегель. В принципе, невозможно, что есть некое... Вот то, что мы постоянно обсуждаем, мы называем его всеобщий субъект, всеобщее сознание и прочее. Вот это вот логически, вот это вообще, эта часть философской проблематики, она никак не отражена в современности. Ее нет просто. Ее просто, как будто бы и не было ее. Ну, то есть, конечно же, кто-то занимается Гегелем и Кантом, там, с этим сталкиваются. А так, в принципе, вот. Куда делается эта проблематика-то вообще? Вы же, там, такие философы заседают, такие тебе современные. Ты приходишь и говоришь, вы ведете себя так, как будто всеобщего субъекта нет. И они такие, смотрят на тебя испуганно. Такие, на самом деле, что тут интересно, потому что всеобщий субъект, он возник в каком-то отношении от того, что существовал абсолютно. Если субъект есть, если абсолютный субъект, и он соотносится с миром, там, творить, не творить, это уже не важно, то есть, конечно, на каждом уровне субъект. И вот есть такой уровень, как всеобщность, да, на которой живется наука. Наука живется, ну, там, в каком-то отношении, она эту всеобщность, как бы, воплощает некий структур. И вот на этом уровне есть субъект или нет? Вот мне кажется, что нужно... И вместе с Абсолютом улетел и этот субъект. Какая философия, как бы, сейчас могла бы всколыхнуть, да, как бы новый виток метафизики придать? Ну, то есть, как обычно, там, есть, как бы, позитивные витки, типа Гегеля, да, есть негативные, типа, там, ну, разрушение метафизики, там, и так далее. То есть, есть, допустим, Декарт позитивный, есть Кант, отрицательный, да, как бы, такой, теоретический, есть Гегель, есть, как бы, есть, как бы, Гегель, есть, как бы, ниша, там, какой-нибудь там. Есть гусарь, есть... Всегда так. Гусарь, как бы, положительный, опять же, он что-то, там, надеется, пытается, есть Деррида, и так далее. Вот, по идее, сейчас должен быть тоже какой-то положительный виток, вот. И вот он как раз должен в совокупности все это сохранить, понимаешь? То есть, вот, как Гегель, он же тоже собрал много чего вместе. Так вот, тут нужно собрать и логику, как бы, да, и вот эту вот, и экзистенциальную философию. Они просто должны, понимаешь, даже, как бы, и какие-то там аналитические все эти философии изыскать. Всех надо собрать снова. Надо снова все собрать. Всем, как бы, дать место и, как бы, вернуться опять, да, к какой-то вот полноте жизни. А может быть, не к полноте жизни, а к полноте понятия, понимаешь? То есть, это же, как бы, такой вопрос. Вот. Кстати, насчет аналитической философии, может быть, во многом они и заняли эту нишу там, в существенности. Понимаешь, философию? Ну да. Потому что они, как раз, этим занимаются конкретно. То, что у нас здесь философия разделится на экзистенциальную философию вторую. Философию частности, там, или философию частного субъекта, там. Можно назвать ее эстетической, философией этической, неважно. Ну, короче, извежность. Есть философия, как бы, логическая, да, но только в смысле аналитичности. А философия и этапа. Ну, тоже сдавшая позиции. Вот. Потому что она, как бы, она всеобщая, но те вопросы, которыми она занимается. Ну, естественно, везде, как бы, эта проблема, связанная с эстетической философией, как бы, своего предмета нет, и тем самым она несостоятельна, она везде проведена. Они, как бы, изыскивают предмет какую-нибудь, да, допустим, как аналитическая философия. Изыскала предмет язык. Высказывания какие-то, да. Да, высказывания. И она этим занимается. То есть она нашла предметы. Потому что это лингвистика и так далее. Она, как бы, занимается высказыванием. Это логическая вещь. Ну, не только высказывание. Ну, да. Отношения высказывались с реальностью. Ну, там много чего. Можно сказать так, на сеологии, в старом понимании. Просто вот смотри. Что-то у меня мысль была какая-то. Просто вот, если, допустим, взять Гегеля, да, но убрать у него установку на исключительно знание, да, вот эту чистую логичность из него как-то пытаться как-то устроить. Получится или что-то? У Гегеля надо устранить мистический элемент. Мистический элемент. Абсолютно. Да. Он богослов, на самом деле. Если честно говорить, я вообще в какой-то момент перестал Гегель воспринимать только как философ. Он, как бы, ну, как в нынешнем понимании. В нынешнем понимании философ, любой философ хороший, феноменолог, да, то есть тот, который опирается на опыт. Это Гегель берется не на опыт, он опирается на некое предзнание, там, или, как сказать, в предпосылку некуда. Да, да, да. Он стремлением что-то доказать. Да, да. Христианин, как бы, и вот тут христианское понимание, там, мира, да, вот эту структуру онтологии, если можно так говорится, да, оно выступает как предпонимание. И это предпонимание, которое вот у Хайдегера такой разговор есть, да, оно везде вторгается и немного искремляет всю перспективу философского. И вот это вот, на самом деле, постоянно с этим сталкиваешься. Как бы, может быть, не везде она проведена последовательно, конечно, потому что есть проблемы, которые просто требуют своего решения, но, тем не менее, как бы, выводы, все выводы и вся интенсия, которая в философии Хигеля существует, она вся вот именно богословская. Если даже почитать его работы, то там, именно, пониманию, как бы, абсолютно как Бога, как бы, и почему именно в философии есть теология, и она вот занимает очень много... Иногда даже отчаиваешься, как можно быть таким философом, который так много времени уделяет этому. Сейчас должна возникнуть какая-то система, я считаю. Система возникнуть должна, но она, видишь, она должна... Только она может, как бы, что-то... Если думать о синхотике, это же претендовал на такую систему. Ну, недолго как-то, да. А потому что сама тенденция... Как раз... Регионизация, как сказать, там... Ну, это понятно, да. Ну, как раз, вот, понимаешь, в чем дело? Если бы, как бы, тенденция была другая, это было бы маловеренно. А вот если, как раз, сейчас тенденция такая, что... Причем давно уже. Что, вот, как бы, система невозможна, никто не строит систему. Вот именно сейчас это и могло бы что-то изменить. Это и могло бы стать, как бы, новым словом. Критики, как бы, хватает. И такой, и сякой... Сплошь, как бы, критик. Но, в сути, философия раскритиковала себя, как бы, со всех позиций. Вот. Ну, потому что философия пытается быть честной. Как раз в этом-то и состоится. Миша же как пишет про систему. Просто он считает, что система... Все систематики, они недостаточно честны. Потому что они искривляют пространство, в котором работают. Подгоняя его под какие-то заранее уже выбранные решения. Вот в чем страх системы, да. Что, если быть честным, как бы, надо каждый раз все-таки спрашивать себя, почему мы приходим к этим выводам. Как вот ты говоришь, да. Потому что они красивые, да. Или потому что они удовлетворяют какому-то, там, этическому, эстетическому, там, критерию. Или такому другому. Или потому что так на самом деле. Вот в чем проблема. Проблема будет состоять в том, что мы незаметно, это даже не от нашей воли может зависеть. Это просто в силу развития самого образа. Не, ну это понятно. Вопрос, как бы, в том, что, вот, опять же, в этих регионах, понимаешь, вот это регионизирование, вот эта региональность, она связана с тем, чтобы сам мир так вот разбил? Или он разбился по тем же самым понятиям, в том числе и философским, по тем различиям, которые в философии когда-то, так сказать, были установлены, которые незримо, так сказать, над всем этим главенством, понимаешь, что вот есть различия там всеобщего единичного, и оно разбило так вот. Вот есть такое различие. Ну, регионирование, я думаю, изначально было всегда. Вопрос, что ведь в философии всегда создало единство. Философия всегда пыталась вести многообразие единства. Если взять их даже в древнюю философию, везде как попытки найти единство. А многообразие, оно всегда заранее предшествует всякому синтезу единства. Предшествует. То есть, и так уж получилось, что четыре стихи и там. Нет, ну это, да. Но вот здесь различия такие, такие уж ли они, как бы, четкие. Такие есть. Вот, допустим, Дэвида, он, как бы, с одной стороны деструкцией занимался, да. С другой стороны, у него же геомистическое какое-то начало есть, там, в поздней философии. И какой-то позитивный момент. Потому что он, как бы, все эти различия рассматривает, но в то же время, как бы, их и отчасти и стирает. Он, как бы, их расшатывает. Различия эти, они перестают быть такими уж различными. Такими, как бы, четкими. Вот. Они, по крайней мере, там, там, когда, там, эти различия, допустим, маркированы положительной и отрицательной, там, какой-то маркировкой, вот это вот позитивное, там, вот это негативное, тоже, как бы, это все расшатывается. Тут еще вещи, еще. Ну, допустим, различие между философским и литературным текстом, да. Он, как бы, там, занимается тем, что это неочевидное различие, оно, как бы, пролегает где-то внутри текста, а не различая тексты на философские и литературные. То есть внутри текста есть, как бы, это, как бы, граница. Вот. И, вот, мне кажется, вот это позитивно, точно так же, как внутри, понимаешь, вот это различие на этику и эстетику, оно не есть, как бы, что вот мы занимаемся этикой, вот мы занимаемся этикой, вот мы занимаемся метафизикой. А что внутри мысли, даже одной мысли, проходит различие, этики, эстетики? Ну, я не знаю, как это объяснить. Я понимаю, да. Тут проблема-то во многом состоит в том, что у нас уже есть какие-то понятия, уже есть какие-то решения. И мы всегда как глоссов, не можем счастливого места начать. И мы уже в этих решениях, уже в этих понятиях. И мы их, ты говоришь, позитивно, негативно, всеобщее, единичное и прочее. Уже набрасываем и работаем в них. Пытаемся понять, соответствуют они чему-то, оставить ли их или отказаться от них. Вот, например, проблема субъекта. Наша проблема такая. Если мы, как феноменологи, подходим с позиции опыта, описывает ли понятие субъекта нечто в реальности, или это понятие лишнее. Можно его убрать и без него нормально работать. И каждый раз так. Это только понятие субъекта. Сколько таких понятий? Понятие причинности. Описывает ли оно в реальность? Или можно без него работать? Например, работать с понятием контекста. Опять же, понятие определенности. Описывает ли оно в реальность? Или надо опять работать с понятием контекста? И каждый раз так будет. Каждый раз будут какие-то другие способы. Если мы говорили о логике симптомов. Есть логика как-то стандартная, логика причинности, или классическая логика, формальная логика. А вот надо придумать какую-то логику симптомов. Почему? Потому что методы должны подбираться в соответствии с предметом. Предмет такой, чтобы он с такой логикой. Получается, предметов много и каждый раз надо новую логику придумать? Не, ну я не знаю. Просто я помню, что там про вопрошение. Может там где-то в каких-то пунктах и криво. Но я какое-то удовлетворение получил. И мне показалось, что путь, когда мы пытаемся все-таки как-то систематизировать, как бы обобщить, как-то целиком рассмотреть. Потому что опять же, если мы все варианты, которые нам приходят в голову, описываем, но в рамках какой-то единой парадигмы, это уже как бы лучше, чем просто выбрать что-то одно или разрозненное как-то упоминать. Вот есть логика симптомов, а есть просто логика. В каких они отношениях находятся? Это не просто как бы лежащие рядом друг к другу вещи. Это как бы можно как-то связать. А может еще третья штука. Чтобы это было не просто преодолеть эту региональность под каким-то грифом единым. Просто нет, ну это может быть классический проект, а он такой и есть, как бы классический. Но это интересно, как бы позитивно и... Нет, я понимаю, просто вопрос в целом состоит так, что раньше предполагалось, что это единство есть. Оно как бы в Боге, да, вот как вот в Создателе. Оно это единство проглядывается. И когда люди... Последние там 200 лет это не предполагают. Да. Ну, значит пришло время снова предложить. Не-не-не-не, предположить, это же вопрос уже иллюзии. Ну почему? Ну мы можем все угодно предположить и жить в этом мире. Понимаешь, в чем дело? Нет. Если как бы оно сложится, понимаешь, в чем дело? Если ты... Одно дело как бы сказать, да, наверное, единство есть. А если ты как бы всю к единству привел, увидел и вопросов нет, если все складывается в картинку, по-моему, допустим, я привел различия там по способу бытия этого опрашиваемого. Вот как бы там феномен, там след, там второй симптом, след. Это уже некая структура. В принципе, как бы она достаточно простая. Но она сразу укладывает на полочке какую-то часть как бы, там, часть феномена, там, не знаю, часть как бы каких-то способов рассуждений. Она систематизирует. Мне кажется, это позитивный как бы ход. Вот надо пытаться искать те основания, на которых что-то объединиться. Вот так. Все понятно. Какое-то объединить, учрежденное объединение. Нереально. Вот раньше считаешь, что это реальность. А теперь ты хочешь ее учредить. Давайте учредим, что ты не учрежден на этом. Ну, потому что ты нашел те основания. Ее как бы навязываешь с позиции мышления миру. Ты говоришь, что мышление вроде как требует этого единства. Тебе там какие-то основания там. Хочется, чтобы это единство было. Ну, Гейгель про это проще говорил. Он говорил, что есть некая субстанция, да, там мышление. Она как бы единая. Поэтому все это как бы едино. Ну, или там субстанция сознания. Он говорит, ну, просто не сознание мышления. В конце концов, это одно и то же. Но вопрос всегда сводится к следующему. Пытаясь что-то выстроить в единстве. Мы и навязываем миру единство или мир таков? Я говорю, в зависимости от того, вот если ты хочешь научный ответ, да, если ты опять же хочешь, чтобы науку строить, если тебе удастся, если как бы сопротивления не будет, если все уложится... Понимаешь, в науке-то проще. Наука может стремиться к единому теорию, там, все это вещества, там, или единая теория всего. Сразу не достигать ее, но... Но она может проверить ее объективно, а мы-то не можем. Философия может достигнуть такого единства, построить теорию? Опять-то лучше философия от первого лица, и это скажет. Другой философий придет, скажет, а я вот читаю по-другому. Не, ну Гигель же, как бы, вот, скажем так, что-то Гигель удалось, правильно? Ну. Много что удалось. Вот. Просто требуется, он как бы... Но у него были тоже какие-то свои эти... Опять же, свои, ну, предпосылки, скажем так, да? То есть, у нас, если мы будем строить систему, у нас их будет, наверное, меньше, наверное. Ну, гипотетически, да. Вот именно, что только гипотетически. Вот я и хотел сказать. Просто они за нас будут, они другие, просто, да? Мы будем исходить из того, допустим, если будем строить, что все регионально, допустим, или... Потому что это ведь тоже не доказано. Из-за того, что все разбито на многообразие... Я как раз не считаю, что нужно строить такую... Да, единство, на самом деле, оно не исчезло, оно как бы... Оно исчезло в смысле как бы бытия, оно не исчезло в смысле возможности. Может быть, оно и возможно. У нас нет уверенности, что весь мир есть нечто единое. Но возможно, что оно нечто единое. Может быть, за всем этим разом скрывается некая подоснова. Даже в физике же пытаются все свести к какому-то единому взаимодействию. Потом учрежденное, так уж это плохо. Смотри, это может быть философия, может выступить здесь как какая-то врачующая деятельность. Мир приходит в упадок. Причем по вине же философии, которая допустила это, которая опустила руки, которая допустила эту региональность, мир разваливается на какие-то регионы, он в захолустье такой превращается. Но ее задача как бы все-таки превращается в провинциальность. Нет никакого центра, везде одна провинциальность. Причем интересно, что если центр исчез, все стало периферией. Вообще, все, да. Ну, соответственно, как бы, причем, нет, может быть, как бы, может быть, вообще такого рода вещь, как вот такая как бы новая собирающая философия, это как собирание субъекта в Мордафиле, понимаешь, собирать, собрать мир. Снова вот, как бы, был мир, понимаешь, его развалило. И это поможет на морализаторство, то есть он должен выступить опять с моральным, как бы, укором, что же мы такие, что же мы наделаем. Нет, она как самой себе, как бы, это предъявляет претензии, понимаешь, вот, но тем не менее, но это же позитивное действие. Действие это позитивное, так какое отношение, опять же, оно относится к тому, как на самом деле, да. Даже если вопрос... А тут мое-то мнение, что вот как она, как бы, понимаешь, что это собирание, это не есть просто действие, как бы, в уме, понимаешь, а что вот она, собирая мир таким образом, она изменит его, она его изменит. Что это не, это изменится вот все вокруг. Вот так, так, так. Это та же, та же тема старая, что святой, как бы, он, на самом деле, не просто отдельный человек, а он, на самом деле, меняет мир. Но это, ну, она сама базирует на некой антологии. Так это неверие, получается, вот у нас неверие, как бы, философия убивает неверие. Не, ну, конечно же, если возвращаться, как бы, к разговору, то есть, эзистенциальному, да, может говорить о том, что человек, занимающийся философией, тем не менее, как-то мир меняет, там, невидимым образом. Не в том смысле, не в смысле магии, в смысле того, как бы, он создает некие, как бы, вот, некие пути, возможности. Ну, идеи какие-то создают. Да, возможности, пути. Нет, вот, допустим, сейчас идеи единства дискредитированы. Идея, как бы, всеобщенности дискредитирована. Идея тоже, допустим, дискредитирована. Каким это последствиям приводит в жизни? А много какими. Это все понятно. Только, а не будет ли это выглядеть, что ты, как бы, просто, как религия существует же, да, сейчас, хотя, как бы, вроде, абсолютно смещен со своего пьедестала? А не будет ли это выглядеть, что, просто, вот, ты стремишься, вот, испугался, там, реальности, да, и стремишься, как бы, спрятаться в предыдущих системах? Да, я говорю, по-чего. И вернуть старое, проверенное, хорошее прошлое. Я-то не считаю, что, как бы, это реальность такова. Я считаю, что, вот, как бы, люди создали. Вы хотели, как бы, раздробленные, но ты создали, понимаешь, своими же рассуждениями. Ну, не, не, я не думал, что... Нет, ну, я, ты пытаюсь сейчас, отстаивай тезис, нет, отстаивай тезис, что все учреждено. И учреждено было единство, и учреждено раздробленность. И что бы мы ни сделали, все будет учреждение. Не так, что есть, как я говорю, что есть само по себе. Я не говорю истины, да, вот, как на самом деле, да? Это, как на самом деле. Это, в принципе, как бы, оно достаточно гигельянский подход, понимаешь? Если этот разум, как бы, он и есть, этот, абсолютная идея, как бы, она и есть идея, понимаешь? То есть, вот, куда она движется, так все и становится. Вот она движется как-то, так все же и становится. Нельзя сказать, вот, допустим, если это абсолютная идея движется, нельзя же сказать, что вот оно все на самом деле было таким, а она изменилась и стала вот так. Может быть, просто она до сих пор движется, может, и дальше надо двигаться. В принципе, как бы, вот это движение абсолютной идеи-гигеля, оно противоречит понятию о самих вещах, понимаешь? Каких-то неподвижных там, имеющих какую-то отдельную, самостоятельную, неизменную истину. Ну, если вдуматься, опять же, я просто отдумываю свои сетования по поводу того, что, скажем так, мое философское какое-то выступление покоробило, как бы, массу людей. И, ну, как бы, было, Господи, это как неправильно. Как неправильное, неадекватное место и времени действие. То, что тут можно еще, как бы, может быть, так осмыслить, что философский жест, да, вот, некий, он теперь стал все-таки, несмотря на все твои сетования, на то, что мы это разрушаем и как бы, и прочее-прочее, да, стал все-таки жесты единичного субъекта. И надо просто с этим смириться сильно. Несмотря на то, что, допустим, ты претендуешь на некую всеобщесть, да, своих выводов, положений, как бы, построений, все равно это единичный жест. Я не согласен с тобой в том отношении, что он не уникальный в этом смысле. Вот, если бы ты начал, как бы, про Бога говорить, понимаешь? Какие-то религиозные разговоры вести, не философские даже, не богословские, а просто, как бы, вот, религиозные. Точно так же на тебя бы посмотрели, там, с сочувствием, если не с безблизливостью, или если вообще не с отвращением. Да, ну, там, как бы, много, может быть, вариантов. Вот. Но очень много, как бы, вещей, которые недопустимы. Это же не есть что-то уникальное. Философский жест. Нет, ну, я-то думал, как раз я-то претендовал на то, что философский жест является общезначимым. Вот есть, почему? Потому что философский жест, он претендует на, ну, как или для науку претендует, на некие истины, которые важны для всех. Что, я когда говорил что-то, да, и опирался на философское, на философское знание, я имел в виду, что это касается всех, что это важно всем. А на самом деле получается, что это важно только мне. А для других это некое, как бы, там, ненужное беспокойство. То есть, я не могу претендовать на то, что мой философский жест будет им интересен и важен. Это как раз, вот, это все действительно последствия христианства. Вот это вот индивидуальное спасение, понимаешь, вот что породило. То, что спастись можно и индивидуально. Это значит, что ты можешь сам, как бы, спасаться, понимаешь, сам там это расти. А как следствие, когда это все дискредитировалось, это твое личное, как бы, твое личное сумасшествие. Да. Не так, что мы, как бы, вместе сейчас вот это, понимаешь? И при том, что, если бы я претендовал на то, что, на то, что все-таки мой философский жест является для них важным и общезначимым, они бы просто могли бы самим фактом протестовать, что это не так. То есть, они даже это и протестовали, если не словами, то своим положением. То есть, протестовать не в том смысле, что это было бы неправильно, а в том смысле, что, как бы, вот в некотором, в некоторой ситуации времени мой жест, несмотря на свою претензию быть общезначимым, является счастным. То есть, я даже ничего не могу сделать с этим жестом. Я не могу никак его осуществить, потому что, не знаю, что социальность так устроена, или как ты, или дух времени другой. Все, философию свою роль, как некую скрепляющую начало, да, там, еединяющуюся такой же возраст, она ищерпала. Я не знаю, я вот, я бы не стал так это говорить всю. Она утратила, как бы, эти позиции, но это не значит, что это окончательно, почему так? Ну, а как я могу на это претендовать, если, даже я сам это чувствую, что мой жест единичный. Ну, ты сам чувствуешь, потому что, ты, ты, так, в том-то и проблема, проблема, ты, я же говорю, эта философия сама довела до этого, и ты сам до этого довел, как философ, вот ты сам в это не веришь. Если ты пришел к ним, и в твоих словах... Нет, я как раз верил в это, до какого-то момента, до какой-то позиции, пока не понял, что это им не нужно. Я-то думал, что я выступлю, как бы, своим всеобщим жестом, и скажу, вот, я выступаю с этим всеобщим жестом, и показываю, как бы, и объединяясь с вами на основе этой всеобщности. Вот, надо как правильно говорить. Я был в коллективе людей, которые хотели объединиться на основе всеобщности, как раньше это и было, можно объединиться, только на основе всеобщности. А они говорят, что нет такой всеобщности, на которую я хотел, хочу их объединить. А есть некая другая всеобщность, какая-то фактичная всеобщность, да, как, условно говоря, как живут люди, да, вот из покойных веков, как живут коты или, там, собаки, там. они просто живут для того чтобы живем судьбом да они его число независимо от никаких философий вообще сейчас язык убрать его братья науки убрать все равно жизнь никуда не исчезнет они говорят ну вот выступают со стороны жизни а ты выступаешь со стороны абстракции нет такой всеобщества есть всеобщества единство жизни да есть и ты с нами в этом объединен единстве жизни ты просто составляешь сторону нищеты да со стороны вот ничем а вот та сторона с которой как бы я пытался и nac salaly со стороны духовно сюда исключатlation мы с вами на самом деле нематериале существовал духов летAP was directly значит станет коми P1 в свои частные тип проблему его духовно решает доето так облигии пускай решает дон аук решает это работе шли какая там проблем в отличие как а личная деятельность личное дело и меняю вот это вот вы и на себя и сначала как бы это не очень хорошо сейчас я просто принимаю в чем составил собственного некий дискомфорт я вдруг почувствовал что как бы вот вроде как бы я другой кривой и косой причем я опять же говорю я могу к ним присоединиться в любой момент это не так не такой другой который вот как ломать отрезанный волшебно они говорят ну давай приходи к нам с детьми и с женами и домой приходи мы тебе дадим жену детей нет там же даже с ним озвучали так они не я не это не ясно какие-то типа нам тоже не до нотки нотки как бы этого не сожаление как это да сочувствие ничего ничего у тебя все будет ко мне подошел человек вообще сказал что-то ты я точно знаю что ты женщина это как бы все знаешь что они это поняли по-своему правильно что действительно я не к чему тут вы не чем можно быстро исправить еще страшно типа не расстраиваться все ничего не потянет но у вас же если я ставлю там антологически как вопрос я выбрал эту жизнь меня получается что мы выбрали мусор знаете выберите там как там опять же бося сукой марку сигарета выберите там это семью государстве проще попросить 50 на 50 или на мой друг мы взял но это на самом деле если подумать это конечно своего рода отступление такие французские значит как иногда надо делать давать возможность судьбы спустить пар потому что ищи ищи из любого человека и и рот как бы социализм на все на что хочешь как бы вот философия она не может за себя постоять перед этими людьми вот поэтому они так сильно если бы как бы философия гремела потому что то есть в чем дело вопросы то у них есть вот они периодически то тоже задумываются если бы как бы они знали что да вот там дальше с другой стороны религии есть там то что с любой бог это что раньше между прочим религия также на таком же уровне стоит потому что там никто никто не хотел трогать тему религии как бы тема религии сейчас на него конечно крови на вас не касается просто раньше раньше опять же такая и не было лиги там была науку этой философия и даже сейчас наука а есть сейчас это наука за она выступает со стороны истины когда говорит наука эта сторона истинные как бы здесь они не у них нет никаких полномочий чтобы не противиться а философию сейчас или религии она уже не стоит на позиции истинные это частное дело частного человека все то есть истина они люди да могут как сказать они и люди не могут сопротивляться истине да если вопрос стоит об истинном но люди могут легко сопротивляться какие-то отдельные частные не считают что что то же будет речь это и сейчас вернуть но это не значит что и надо становиться наукой финансы религии не религию не так понимаешь это не она не философия утрачила научный характер а наука от него истину истина это как переходящий приз понимаешь вот ее истину истину отняли вот ей завладели как как бы это такая инстанция которая завладела истиной и мы находимся в такой ситуации что мы занимаемся каким-то делом который является частным занятием отдельно вот как сумасшедшие должны пускать подняться а как разбогатеть истину забрать обратно вот такие какие время ушло ушло профукали уже все да ничего не профукали все сто раз там еще сто раз будет и так и обратно я уверен абсолютно нет условно говоря есть видите лиги осталось даже даже в самых каких-то примитивных и религия я уверен что и религия поднимется еще еще будет такое не сейчас уже поднимается нет может быть поднимется так что как бы понимаешь как там в этом в научно-фантастических фильмах то у нас там супер религиозное будущее там все как бы фанатики то какой-то какая-то видео на церковь может и так еще вот еще сто раз может у меня все таки религия учрежденная вещь и не там и религия сама это не отрицает что те основания которые она опираться это и некая весь дом это уже не просто учреждены ты согласились что это так и все и не обсуждать почему-то иначе а философия она живет честно и дисциплина хочет как бы исходить из некоторые реальности данности в этом-то и проблеме если кто-то скажет задавайте это некий догматизм ведем как вот у нас можно сказать проблем же не было все проблемы решились решились поэтому состоит и разница разница стоит то что мы философом как нищик и сюда принуждены быть честным вопрос как бы вопрос тоже может многообразным да вот ашу что такое история вообще что в истории происходит так так получилось что вот упущено время там что-то изменилось наука поднялась то есть это из истину просто перехватили или истина блуждает понимаешь истинного блуждает там-то там она была то она стала здесь ну как это историю битвы может она опять так куда-то повернется смотри больше об истине а на самом деле ведь и даже науки и сильно приобрела другой другой смысл она стала истинностью это понятно вот как бы такими метаморфоз но если если такими метаморфозы происходят и мы это как бы признаем это значит что они могут происходить и дальше вот почему как мы считаем что вот все закончилось эти боли если как разочай более более того как этот всегда говорил там вот этот батрияр да вот или фукот уже это замечал если как бы какой-то феномен стал явным это значит что все как бы его власти пришел конец если допустим явно уже стало что допустим наука стяжала истину да вот так как бы узуркировала и превратил ее в истинность это значит что все как бы время ее царствования оно должно подходить к концу что сейчас как бы что-то грядет не знаю это понятно понятно просто и как бы немножко разговор уводишь другую тему я предполагаю что философию то состояние которое сейчас имеет не как раз это не временное состояние и перимонентное состояние которого философия долго-долго шла наконец дошла я и вот в этом состоянии теперь находится это логика самой философии как не так получилось что какие-то злые люди там злые на уму ученые философии довели это такое состояние это понятно так же как и религии уже не может предметовать и никогда не сможешь просто логика может быть на другой соседей идет да ну почему как бы маршрут то закончился маршрут не закончился но я писала сейчас делом отдельный философии нет это сейчас стало стакать почему это может не может измениться почему логика не может повести ее дальше вот мне непонятно мы можем пытаться не мы опять же давать на эту очередь ждать философию на сам же начнутся вне развития как бы сама вот это вот лишь если движение и стану есть ты смотри почему она обязательно там надо и как вопрос философии сузил ходить до вопроса пути это же вообще уже все уже конец может это как бы сужение которое вот с плеском таким чреват даже я даже больше согласен с делезом уж лучше пусть философию комбинаторикой своего рода да там такой ты ты движешься в телевизор чего-то очень просто варианта которые предложены понимаешь вот уже вот так вот делю сказал хайдеггер что теперь на не ну они отражают никиту кури они отражают но это всегда вчера вот как все что соответствует сегодняшним или тоже всегда вчера что за философии претендовал на истинство тоже это тоже значит должно быть некое новое ну вот если это не колебания туда-сюда туда вылежу уже такие как бы периоды в истории философии когда как бы она составляла свои позиции остается если как бы возвращаться опять философии как общезначим дисциплине допустим вот гейли да вот у него есть система то может быть как-то это привести в порядок не ненужные как бы допущение убрать там сутиологию как бы там опыт эллиминировать там и останется вот это общезначимая философия там старые все общий субъект и стопсицизм все есть вспомни вспомни как бы что были там эти как они софисты да были как бы скептики сколько было уже как бы поворотов таких ну да поворота было много да монет он может быть с неожиданной стороны может что то изменится есть такой момент да я согласен может возникнуть некая неожиданная сторона а вот как субъект возник друг да вот философия двигалась как бы вот прав и когобъективизм если так можно мысль и друг раз табу же не субъективизм конечно был тоже матче сколько он просто специфически очень никто не предполагал что можно вытапывать переводили некий субъект как выдал от научно федиши с era вам возник как бы вся философия изменится начиная с декарта все просто изменится координат предполагаю что еще какой-то что-то такое возникнет и что возникнет и тут же сразу все соберет воедино а может быть то что возникло это и есть наука нет надо просто как бы на заниматься в рамках уже существующих парадигма есть некая наука там и мы занимаемся допустим сознанием это занятие сознанием есть просто как бы своего рода научное исследование не претендовать там уже на какую философичность на какую-то особую постановку проблем вопросов там в конце концов какие-нибудь психологи которые сидят и изучают сознание они точно также изучают его на примере там своего личного опыта кто-то на мышах кто-то на примере некого феномологического исследования как это называется интроспекции то есть внутреннего обозрения своего другого-то не дано ничего как иначе то все без учет есть такая возможность мы занимаемся наукой может так подходить то есть это не нравится но сальгер тоже это не понравился он сказал что подумал подумал и увидел что вопрос событий никто этим не занимается это взял сказал что философия это это способ рассмотрения вопроса быть и все все решено вы всего свой предмет появился там и давать может кувыркаться сколько хочешь и главное там в обширной поле появились за себе там конструктивные возможности пяти такой быть есть много что можно сделать есть еще и так называемая междисциплина можно как-то пытаться пытаться эти то что заносит ноги она пытается как будто калейдоскоп который предлагает наука до свести в некую общую какую-то единую картину не надо еще раз я как бы серьез принял твою посылку значимую вернуть надо философии величия вот но только величие можно верить так что я встать на стол и сказать я наполеон это можно и ущердить величие свое а можно попытаться доказывать его нет нет еще раз как вот величие допустим религия может свернуть должен прийти пророк понимаешь который как бы просто вот тут открывает рот и все сразу понимают хотят они не хотят того верят и доказать что тебе нужно он доказать своим существованием Fuck'scape не пророк потому что пророк вопрос баррет это вопросу вари но понятно нет но я к тому что философия как бог своим существованием своей содержательностью свои как бы она должна доказать что она не просто претендует это учреждение которое как бы не является манифестации просто как вот ты любишь обман да это такой как бы действ во которая как бы действительно делает ее такой, какой она хочет быть. Она просто должна стать великой, вот и все. Я понял. Так и о людях же говорят, если хочешь стать великим, просто стань... Ну да, хочешь стать наполеоном, стань наполеоном. Хочешь стать счастливым, стань, а будь счастливым. То есть не надо вопрос ставить с позиции долженства, что-то там должно случиться. Надо просто стать на эту позицию и в ней жить. И возможно она потом к своей манифестации так докажет... Лично стать великим философом, это одно. Надо, чтобы переломилось что-то в сознании и самой философии, как мышление. Чтобы она сама захотела этого, понимаешь? Чтобы сама философия поднялась с колен. Как говорили эти марксисты, понимаешь? Это про Россию говорили. Россия должна стать с колен. Вот философия должна стать с колен. Наверное, этот подход единственно возможный. Просто, как и Ниша об этом говорил. Взять кредит и работать на будущее. Невзирая на то, что сейчас там не получается учредить. Или, я не знаю, доказать это состояние. Просто невзирая ни на что. Просто жить в своем представлении о том, как правильно и как должно быть. И, тем самым, манифестировать это положение как положение правил. Ну, да, это единственная возможная позиция. То есть, я должен был бы просто оставаться самим собой, невзирая на то, как это выглядит. Это вопрос, как бы, вопрос... И свое сумасшедство. Вопрос, опять же, да. Вот, что первичное. Вот, допустим, в социальности-то это уж точно, это не онтология, да? Вот, допустим, я говорил про место, вот это сакральное место для этого старца. Вот, как бы, вот оно есть, и он его может заметить. Но! Уж социальности-то это точно так. Можно это место создать. Это место он может для себя, как бы, создать, понимаешь? Вот он, как бы... Вот тем, что он такой, он сам создаёт это место. Он же одновременно, понимаешь? Ну, допустим, я не знаю. Были же, наверное, такие примеры, там, каких-то вождей, там, или еще чего-то. Если там были цари. Вот, ну, короче говоря... Ну, трог звезд раньше не было, допустим. Да, вот они появились и создали себе место. Такое. Ну, это условно, конечно. Я говорю, например. Ну, потому что... Я верю в то, что это созидание, как бы, места, да? Ну, это вот мое мифологическое, это не мифологическое... Магическое сознание говорит мне то, что это место созидается даже не только на уровне социального, да? И какого-то... А что оно на онтологическом уровне созидается. Что, возможно, как бы... Ну, это моя такая вера. Созидание места на онтологическом уровне. Вот. Ну, это как бы можно верить в это или нет. Даже на социальном. Я думаю, что и святой человек, когда совершает, как бы, свои, условно говоря, святое дело, думает, что меняет мир. Даже если он как бы не видно, невидимо, не видно его изменения, да, никак. То есть нет никаких предпосылок к этому. Тем не менее он живет, как если бы это было так. Просто ты сам говоришь, что мимо истины люди, допустим, пройти не могут, да? Они не могут как бы ничего. Понимаешь, если, допустим, ну вот в религиозном плане истина олицетворяет вот этот вот там Святой Отец, понимаешь, она от него исходит, вот эта благодать. Вот. Если люди сталкиваются с ней, они не могут и это игнорировать. Просто они с этим не сталкиваются. Это опять вопрос немножко к социальности и к учреждению. Социальности. Значимости философии. А этот немножко все-таки, я понимаю, что вопрос всегда будет опираться именно в соци Stories. Да, как раз. Социальность определяет значимость. Да, да. Кто еще определяет значимость? Я скажу, философия это важно, а другие скажут, а это на самом деле философия это говно. Кто определит значимость? Естественно, значимость определяет социальность. И ты предлагаешь просто работать на будущее, невзирая ни на какие-то внешние оценки социальность, социальность. И рано или поздно, если мы вкладываем в это, условно говоря, свой труд, это когда-нибудь как чем-нибудь станет. Может быть, да. Если и не станет, то если мы взяли кредиты и вошли в какие-то дела, и если это дело оказалось проигрышным, то уже никто не оплатит. Но тем не менее, как бы, да. Нет, даже без тем не менее, тем не менее, тут уже никакого нет. Извини. Все, яско. То есть человек, который не рисковал, который вошел в семью, в детей, в дома, он оправдывается тем, что дети тоже вырастут, и тоже могут войти в детей, в дома, и так далее. Бесконечная строчка, конечно, тем не менее, она существует. Ну, понимаешь, у них есть эти проблемы с оправданием своего бытия. У них они есть. Нет, она оправдана тем, что если ты как бы продолжаешь жизнь, если жизнь продолжается, уже тем самым жизнь оправдана. Безотносительно индивидуальности. Они, ты пойми, они решают эти проблемы только тем, что вот так собираются, смотрят друг на друга. У тебя едите, у меня едите, значит мы оба оправданы. Вот так они решают. Это родовая оправданность. Да, они так. Они оправданы. У нас не это решение, сам подумал. Это не решение, наверное. На самом деле этот вопрос, что интересно русский просто предстоял. Ну? Проблема как бы соотношения вот личного, личной реализации, да, и реализации родового. Например, у Бердяева там есть такие всякие поводы рассуждения. У Бердяевов тоже детей не имеют. Но он считал, что как бы дети, это в каком-то смысле вот это вот отсрочивание, да, своей реализации лично. Он сам лично реализовался, но просто верующий, в смысле христианской, христианин был, да. И он как бы считал, что ты сам должен реализоваться, сам спастись. А не отсращивать свою реализацию, как бы, да, свое спасение как бы через... А отсрочка другое. Потому что вот есть некая, действительно, рот, чем он плох, что он стирает вот это вот личное, да, и оставляет только родовой. Фактически живешь не ты, а живет рот, через тебя. И насколько, как бы, есть возможность. Рот, конечно, позволяет тебе жить комфортно, но если возможности нет, тогда вот можно там бродящий котов посмотреть. Это тоже, опять же тоже по-разному, потому что есть люди, которые сознательно этот выбор делают, допустим. Которые, как бы... Да, потому что они считают, что только это и истина. Они на личном опыте видят, что все остальное, это, как бы, в свое рода игры запах. Ну да. У меня отец, допустим, да, вот ты помнишь, да, он тоже, как бы, за все это стоит, да. Но он, как бы, это пережил все там, а это одно. А есть люди, которые просто, как бы, действуют так и сходя из автоматизма. Которые, говорю, так, встречаются, сверяются. Ага, да, я все правильно делал, ну ладно, хорошо. Вот. Примерно так. Так в чем состоит? Когда выходит, выступает на сцену такой человек, как я, он сам своим, опять же, бытием и своим существованием опровергает все это. И это не нравится этим людям. Не нравится, конечно. То есть я их противник не в том смысле, что я другой. Получается, что по-другому как-то... Нет, нет, не правильно. Я противник их, потому что я другой, потому что я не такой, как они. Я, как бы, опровергаю и говорю, что есть другие возможности. А раз они есть, то, возможно, их выбор, на самом деле, чем-то неправильным. Они же не выбирали это состояние, они просто в нем жили. То есть они не совершили вот этот свободный поступок, выбор, что ему нужно было совершить. А он, оказывается, был. Хотя они и мне могут описываться, а совершил ли я такой выбор. У тебя тоже просто был и был. Просто у тебя другой. Поэтому они говорят, что ты это такой вот, как бы, от рождения, понимаешь? Да, я не хотел. Вот. Что это, как бы, не выбор. И все довольны. А, как бы, ну, вот, твоё свойство, опять же. Все довольны. И такой экзистенциальной философии, а просто разный... Как бы, судьба. Судьба, да. У нас разная, как бы. Ты одной кровью, а мы другой. Как бы, ну, в принципе, это ничего страшного. Мы тебя можем пожалеть. Присоединяйся к нам. Еще не поздно.